Здравствуйте, уважаемые жители города ИНО, уважаемые наши руководители. Спасибо, во-первых, за что пришли. Мы сегодня здесь собрались с вами обсуждать наш проект. Как вы знаете уже, мы в этом году участвуем по проекту «Малые города. Исторические поселения». И по этому проекту мы хотим выиграть. Это всероссийский конкурс. Мы хотим выиграть с вами 80 миллионов. Ну, таких же городов у нас по всей России нужно много. Поэтому конкурс у нас большой. Это зависит от всех нас. И нас, как вы знаете, поддерживает проектная группа номер 8. Вот сегодня они с нами уже с утра проработали. Как вы знаете, у нас встреча с ними была разница. Мы, как бы, обсуждали наши предположения наши по проекту. И сегодня мы уже будем обсуждать предварительные проекты. Какие будут у вас предложения, какие будут у вас замечания тоже. Сегодня, наверное, активно попросил вас активно поучаствовать. И сейчас я передаю слово. У нас в Республике Вашинстан есть институт развития городов Республики Вашинстан. И у нас представители института развития городов Республики Вашинстан. Далия Васильевна. Передаю слово, пожалуйста. Большое. Хотелось бы официально института тоже группы Вашинстан посвящается своему городу, что вы равнодушны. Вкратце расскажу, чем занимался наш институт. Основная цель создания нашего института, чтобы мы хотим создать общественное пространство классное для людей в каждом городе нашей Республики. Это очень большая работа. Мы надеемся на вашу помощь, на вашу поддержку. В прошлый раз уже встречались с проектом группы 8. И на основе ваших пожеланий, ваших предложений, они создали проект, который вам сейчас и представят. Передаю слово. Проект группы 8. Дальше. Спасибо. Благодарю. Это опасно. Итак, всем их хорошо видно, потому что очень важно было то, что мы показываем сегодня на экране. Может быть, цвет приглушить немножко? Не надо, да? Ладно. Давайте мы проиментироваться. Следуем все так вот чуть-чуть. Нет? Слишком? Оставить так, да? Хорошо. Уложу сегодня презентацию. Это нужно очень готово заработать. Итак, напоминаю, что меня зовут Надежда Смегирова. Я архитектор и партнер команды проектной группы 8. Приехала к вам из Казани вместе с моими коллегами. Из проектной группы 8 состоится на архитектурном бюро ЗАГ. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руки. Покажите, что у нас много. У нас очень большая команда работает, на самом деле, над вашим проектом, потому что у нас большая территория довольно сложная. Это мы все уже поняли. В прошлый раз обсуждаем. И по прежде сегодня мы будем рассказывать. И Всероссийский конкурс малых городов и столических поселений, о которых уже для меня сказали, страшная вообще вещь, потому что ты можешь выиграть очень много денег прямо в этом году и что-то построить успеть. Мы презентуем на грамм 80 миллионов рублей примерно, потому что будет зависеть сумма, которую будут давать количество участников. Но мы с вами оказались счастливчиками, оказались в самой популярной категории городов. До 50 тысяч жителей, где примерно 50-60 городов на место. Точную цифру не помню, но это самая аккуратная категория по заявкам и по уровню хозяйков. Вечно, ну, после нас в этот раз же баллы города до 10 тысяч тоже. Так, и вылезти, и то, что там беда происходит. Поэтому, чтобы вам не казалось, что все, что мы обсуждали сегодня здесь будем, это какой-то чудесный сон, скажем пару слов о том, что в любом случае эти территории вошли в стратегию развития общественных пространств города. И наула, о которой вы в прошлый раз говорили, и будут постепенно обустраиваться и реализовываться. То есть, вопрос в том, что если вы выйдете в гору, то все это пройдет намного быстрее, потому что денег будет будет намного больше. О каких территориях будет речь? Все, наверное, помнят эту зону. Мы называем это маршрут по историческому центру Янула. И начинается угол, значит, вокзальной площади. Проходит по такого улицы. Помните, в прошлый раз мы так придумали с вами ее вызывать, потому что не могли понять, как называть пролог у рынка и домов. И приходят к елочной площади. То есть это все такая большая, достаточно пешеходная связь, которую мы хотели бы превратить в единое пешеходное общественное пространство. И как у нас сегодня будет речь устроена, мы вам представим презентацию предварительного проекта и вашему-то по историческому центру. Дальше мы также ответим, естественно, на все ваши вопросы, которые будут говорить, что конкуренция возрастает просто. Вот сейчас у меня прекрасная музыка снимается громче. Ну ладно, попробуем. Дальше мы попросим вас в группах обсудить и оценить проект и сделаем общую уборку, чтобы мы поняли, что нам важно доработать, а что у нас хорошо и успешно сегодня получается, что важно сохранить в этом проекте. Подскажите, несмотря наше непонятное логика работа. Все понятно, да? Отлично. Правила участия, возможно, помните с прошлого раза. Мы просим главное участвовать активно и не стесняться своих идеях и предложений. Все сегодня они крайне важны, но также признавать право каждого иметь отличную от вас точку зрения. Если вы не согласны с вашими соседями за столом, то нормально. Просто, возможно, нужно две разные точки зрения как-то вместе совместить, попробуйте. И опять же, мы приглашаем вас к участию. Мы создали специальную группу в социальной сети ВКонтакте, которая называется «Городское благоустройство Инаула». Вот сфотографируем этот QR-код, вы можете оказаться на этом сайте. И важно быть здесь, потому что вся информация актуальна о проекте и опубликуется. Также будет опубликован проект после нашего обсуждения и будет опубликован во всех, ну, в общем-то, и топливом материалом. Спасибо. 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 Мы просим вас забывать ответы. Пожалуйста, это правда важно, потому что мы все это анализируем и учитываем дальше в работе. Если вам будет интересно подключаться к разработке, потому что вы же понимаете, да, мы сейчас только начинаем. Путь у нас большой и блин, и все это строить, потом проводить там мероприятия, организовывать события, поэтому, пожалуйста, оставьте ваши контакты, мы не будем надоедать, просто позовем вас на обсуждение следующее, будем формировать встречу. И, наверное, хотелось бы напомнить вообще, с чем мы имеем дело, как все это выглядит сегодня. Вот так у нас выглядит вокзальная площадь, так у нас выглядит торговая улица и елочная площадь. И также, на самом деле, чтобы вам не казалось, что все, что мы рассказываем, распространяется где-то в воздухе на вот этом сайте, вы можете найти отчет, также он, как у Наталь. Мы пустим его между столов и по столам. Вы можете просто посмотреть результаты предварительного исследования этой территории и также посмотреть о том, какие были пожелания и предложения собранные нами. Мы сейчас находимся с вами вот здесь. Если прошлая наша встреча... Кстати, кто был на прошлой встрече? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто помнит? Вау! Очень здорово, что вы пришли снова. И сегодня у нас проект на семинар, когда мы обсуждаем уже предварительные решения. Дальше мы уходим на наработку и возвращаемся снова. Ну, естественно, чтобы увидели финальный продукт, который нас пойдет на конкурс. Придумаем формат встречи, чтобы вам тоже было интересно в следующий раз прийти. И проектный семинар наш проходил вот таким образом. Мы также работаем в группах. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел снова. Мы стараемся учесть ваши предложения. И кратко я попробовала их резюнировать, для того, чтобы было понятно, с чем мы вообще работали. Во-первых, как задняя площадь. Много говорили о трансляции бренда «Изнау» «Северные ворота Машкангастана», о создании знаковых объектов, которые стали символом города и символом города придут на гости республики. Много говорили про то, что важно сформировать удобную, безопасную транспортную, пешеходную среду, потому что мост, который проходит через железнодорожную, вы будете соединять две ваших части города, а именно, ну, в общем-то, Северную, да, поправьте, если я ошибаюсь, и, в общем-то, Центральную. Куча детей там ходит каждый день, поэтому безопасность – это вопрос номер один. И создать комфортную инфраструктуру для пассажиров и провожающих, потому что сегодня, например, ну, есть вопросы, может быть, по безопасности, конечно же, моста. В первую очень, если, как вы знаете, российские железные дороги собираются проходить эти конструкции моста, довольно в скором времени. Торговая улица. Создать улицу пешеходную, как такой, в общем-то, местный арбат или местный бал, о чем мы говорили в первый раз, чтобы в прошлый раз то, о чем вообще было бы, ну, в каждом же городе, может быть, какая-то знаковая улица. У вас была бы такая знаковая улица – это. Создать привлекательный, колоритный образ, узнаваемый. Мы с вами много говорили в прошлом раз, если помните, о том, что важно повышать узнаваемость города, формировать его бренд среди тех, кто приезжает на ваш вокзал. Это огромное количество людей. Мы вот сегодня встречались, обсуждались с Владой Александровной. Буквально это. Порядка тысячи человек в день бывают такие потоки и порядка шестисот человек в день на автовокзале. Представляете, полторы тысячи людей в день, которые просто только уезжают с вашего вокзала, мы еще не знаем количество приезжающих. И, конечно, важно увлекать их в городскую жизнь, в городскую экономику, чтобы они могли проходить в городе. Мы покупали, например. Но это хорошо, когда у нас появляются новые рабочие места. Появляются кафе, в котором можно зайти. И нам кажется, что улица, преобразившись, могла бы работать на эту задачу. И не просто быть каким-то красивым местом для прогулок и для транзита, а развивать городскую экономику. Ну и, конечно, добавим на улицу места для отдыха. Елочная площадь. Сформировать комфортный проход от торгового центра к елочной площади, потому что сейчас там парковка. Вы не так давно сделали, тем не менее, неудобно переходить. Вы переходите, потом можно как-то еще пройти. Дорожка такая все изломанная и попасть, в общем-то, через торговый центр на площадку. Сохранить возможность проведения общегородских праздников и, конечно, Нового года. Потому что в прошлый раз мы сказали, что это такая певцающая площадь-то есть-то нет. Зимой есть-то нет. А в городе при этом нет постоянной площади. Как мы с вами выяснили, мы проверя на нас действительно площадь, которая находится в новом программе с нами, она тоже непостоянная. Новость возникает на большие праздники. И также важно сделать из нее всесезонную площадку, сохранить арт-объекты важные, которые там есть, и добавить новые, и сохранить привычные пешеходные транзиты через площадь, но сделать удобные пешеходные переходы. В этом году были практически все. То, что у нас получилось, вы видите на столах сейчас. Ну, возможно, плохо видите, потому что вы выключили свет. Но суть в чем... Попрошу сейчас коллеги на консультацию выключить. Да, значит, мы хотели бы вам сейчас представить очередное предложение по развитию каждой из территорий. Потому что территории большие, сложные, очень разные. Поэтому мы сначала поговорим про вокзальную площадь, поговорим про улицы, поговорим про елочную площадь, и затем мы ответим на ваши вопросы, и группа все обсудим. Предлагаю, многимушку просто не забудутся. И у меня большая просьба, если у вас возникают вопросы по ходу выступления, не перебивать выступающего, а записать вопросы, потом его задать. Вы можете прямо на карте вопросы записывать, на ней можно делать пометки, рисовать специально для этого подготовленного. Ну, а здесь хочется, прежде чем приглашу архитектору, сказать о том, что мы много думали о том, а какая должна быть общая идея, идея, объединяющая проект, и нам пришла идея проявления такой идентичности, как дисциплильного города. И по всему городу нам хотелось бы засылать такую ковровую дорожку, красную ковровую дорожку, которая стерчает Вести. Она будет проявляться по-разному в проекте, и мы старались также отображать национальную идентичность Башкирии, чтобы человек, приезжающий на вокзал, прямо с вокзала, понимал, что он находится негде-то, а именно в Янауле, на селе Башкирии. Первый участок, который мы презентуем, это вокзальная площадь. И вообще, ну если коротко, краткое изложение того, что написано в наших отчетах, на самом деле много там есть проблем, много интересного происходит, много ценностей. Какие проблемы, например? Это отчасти неэффективное использование территории, просто потому что площадь большая достаточно, да, люди не могут проводить на ней больше времени. Например, когда они ждут поезд, ну пока нет таких комфортных условий для ожидания поезда на улице. Какие еще сложности? Ну, наверное, главная сложность – это неэффективно организованные парковки, проблемы с облада отводом и вообще отсутствует тротуар. Это полная. Ну, например, у пятой школы. Вот, спасибо Богу большое за то, что вы делились с нами делились эти проблемы, мы старались решить в проекте, что дети просто, ну не пойми как ходят в школу, неизвестно, где еще дорогу переходят, и все это еще бывает, происходит, а еще в полно-секе, как у нас на вокзале. Ну, то есть, мне кажется, вам знакомы? Вы вообще часто бываете на вокзале? Да? Ну, когда вам знакома эта проблема, то есть базовую инфраструктуру мы должны создать комфорт, и тем более у нас есть потрясающая возможность распределять новый мост, который можно ставить таким стимулом для постепенного перезапуска всей этой территории. И следующая, наверное, пятая проблема, с которой вот как раз работают маршруты – это летний пешеходный мост. В общем-то, при этом единственная связь. Пешеходные между двумя частями города, которые будут регулировать. Отсутствие на месяц на пионе в зоне ожидания автобуса тоже невозможно является проблемой. Потому что кто-то, возможно, ждет дольше. И, по сути, единственное место, благо, что очень удачно в магазале рядом и идти недалеко, и поэтому это, наверное, делает ожидание более комфортным. Ценности. И на самом деле на вокзале происходит очень много интересного. и проходит большое количество мероприятий для людей совершенно разных возрастов. Например, проходят экскурсии. Экскурсии связаны в том числе, наверное, на самом деле, тема безопасности. И многие школы… Может быть, кто-то ходил вообще на экскурсию? Кто говорил на экскурсию? Кому-то не знаю. Вы были, да? Нет? Ну ладно. Значит, есть круглогодичное использование территории как событийной площадки. Вы видите количество людей, которые приезжают в гости. И, действительно, это круто, что у вас не просто как зал, а у вас настоящее место для мероприятий. Также здесь происходят разные 9 мая, например, или Дня защиты детей. Ну и переходя к принципам развития территории, и нашим предложениям я хотела бы пригласить сюда архитектора проекта, Артура. Артур, пожалуйста, выходи к нам в институт. Здравствуйте всем. Да, что мы предлагаем делать? То есть, основное – это организовать пешеходный транзит, грамотный организация. С учетом нового моста, как вы знаете, он будет немножко сдвинут относительно вокзала, новый мост. И на эти маршруты мы сажаем такой, как обороты на луру. Мы помним в вашей сессии, что это была очень популярная идея, что это ваша юридичность. Вообще, этот вокзал – это не только город, но у вас это еще и северная ворота немножко пространная. Далее мы предлагаем организовать навес на перроне и вообще насытить вот эту вот вокзальную площадь. Как говорить про идентичность еще раз? Что мы выявили? То есть, опять-таки, это в основном какие-то пашкирские силы, которые представляют юналу. И вот на работе с воротами, дальше это будет показано, мы выбрали такой область, как юрта. Это дом, это отражает эти гостеприимности и наула, и это в то же время и ворота. То есть, посаженные на транзитный пешеходный пути к выходу в городу, мы проходим через эти ворота и юрты, впадая в енауку, ну, такой красивой силы. Так же, ну, выяснить, что и науский район это большой, крупный поставщик агрокультур, и это тоже является вашим символом, он был и на старом гербере науле, и это тоже ваше, и тоже, я думаю, вы этим как видите. В дальнейшем это тоже найдет отражение, и как в культуре, и хоть на какой-нибудь жанре. Так же это идентичность РЖД, и наула появится не случайно, она будет как станция, и, конечно, я бы сказал, две деления, и поэтому это тоже очень важный символ. В проекте он используется из основного вонощения, это такие, например, пешковые транзиты, вымышленные гульчатки, которые напоминают линии РЖД. Так же, на месте мы тоже позволяем использовать с образом каких-то вагонов, это тоже будет символично и интересно. Посмотрим еще раз на общую схему проекта. Вот наш вокзальный площадь. Сейчас покажем, вы спередруху. Да, вот она. А у вас такие же, если лежат в церкви на столах, вы можете тоже подвести, а вот в левую, в верхнюю. Дальше. Это вот общий вид именно на вокзальную площадь. Отметим для начала точки входа. То есть это спуск с моста, это вход в сам вокзал, это выход в город и выход из поездок. То есть это все образовывает такой треугольник, это такая транзитная площадь, которую мы делаем свободной, но в середине вот ставим эти часы. Там, где показаться разве московское, и местное, потому что приезжаешь, и сразу в церковь ближе 2 часа. И будет ошарашивать, и не понимаешь способны. Да. И вот эти самые ворота для нау, которые дальше создают у нас скромщади в город. Вот, как вы видите, они в третьей юрты, и они будут подсвечены, дальше будет кадр с ними. Также мы оставляем вот эту вот дорожку на выходе. Она такая, как ковровая дорожка, тоже с северной площади. Она тоже создает постеприимый, улыбный образ. Встречает нас вокруг вокзала, там можно стоять под деревьями, сидеть на скамейках. Дальше у нас идет такая репрессивная зона, которая с теми многолетней цветниками из Клаково, где мы хождаем в вазе. То есть, когда можно поезд, наверное, круги наворачивать. Это как раз такое место, где можно рассматривать. И тут же мы ставим обрекленность навязки. Вот, как я вам сейчас показывал, где у вагона, там будет седине, где можно переждать обороты, перед поездом. Вот, мы знаем, поезда тут мало стоят, поэтому нужно будет выставить. С вокзалом, там можно не довезать просто. И, вообще-то, удобно ждать клин в природу. И в Сан-Карон мы оставляем открытый, чтобы не загораживать транзиты для выходящих исходов. Также у вас есть такой замечательный поезд. Там тоже мы придумали, как его включить в наш сценарий, субъективная площадка. Дальше я покажу. И сама субъективная площадка, то есть для тех самых мероприятий, которые проводятся на вокзале. Так, вот это, мы называем это фотоисторической площадкой. Это наш паровоз. Тут мы, так полагаем, такой, первон стилизованный поисторический, то есть с каким-то красивым, сделанным поисторированным фонарем, такими скамейками, тоже сделанным поисторированным, чтобы можно было красиво сфоткать, чтобы у вас была с наукой какая-то отличная фотография, может, стилизованная поистория. И тут навес сцена. То есть эта площадка используется сразу по разным сценариям, в разное время. Когда проходят какие-то мероприятия, она используется как сцена перед перспективной площадкой. То есть мы одну и ту же территорию используем в разное время, по разным и концентром экономным временем. Это вид на зону рекреации, вот примерно с вот этого, как ковровую дорожку перед входом, когда мы смотрим на поиск. Вот те самые слаговые цветники, наши навесы и наша площадка с сцена. Это варианты навесок, тоже стилизованные подвагоны. Сидень там могут как-то располагаться и у нас интересно, например, повторять конфигурации каких-то люксовых поездов. Ну просто так расставлено. И там же могут быть разные функции, где просто посидеть, где, возможно, есть футбол-гроссинг с книгами, где-то могут появиться кафе, за перегрузку дороги. Это все по вокзалу, потому что дальше я опять перестал. Большое спасибо. Следующий участник нашего проекта – это Карина. Пока Карина к нам идет, я расскажу пару слов про… Вообще, на чем вы хотите обратить ваше внимание вот здесь вот на… Вот этот кадр мне показалось, что Артур как-то его излучен. Да. Да, извините, я прояснял. Да, нам было важно было создать образ, который мы видим с поездами. То есть, чтобы ИНОУ был таким ярким петном в поезд, чтобы приезжая его, приезжая его все-таки были в очередь, «ИНОУ, давайте готовьте фотоаппараты». Тут же эти самые обороты, они тоже будут подсвечиваться, они с каким-то национальным колоризмом сделаны, и эти самые часы. Возможно, если вам понравится проект, когда-нибудь я смог бы стать еще одной такой субъективной площадкой. Субъективной, знаете, вот место, где сейчас фотографируется, вот символ города, но нам хотелось бы так, поэтому там появилось ютро, и вы знаете, у вас в городе, на мероприятиях, конечно же, тоже принято использовать, по крайней мере, раньше было, судя по историческим фотогражданам. Следующая территория, которую мы постепенно переходим, это большой очень участок. Вот сейчас надо будет прям внимательно смотреть рыночно-дорговая площадь и елочная площадь. Ну, улицу мы стали, там я называл, напомню. И важно сказать здесь о том, что у этих территорий, двух, есть общая проблема и общие ценности. Ну, вот так вот мы их проанализировали, видно, что много. Что конкретно? Ну, во-первых, визуальный шум. И некая такая визуальная загрузенность того, что, получается, мы по факту видим на улице, на улице, непосредственно и также на почте. Много рекламы, стратные входные группы, иногда за бешенными, иногда за закрытым бадами, а иногда на улице что-то продается. И хочется как-то, да, вот привести в этот порядок. Вольно возникает такое впечатление, такое желание. Следующая проблема, общая для всех территорий, это дорожная инфраструктура, хаотичные пешеходные переходы. Вот, видеть, человек стоит на газоне, а идти ему туда, да? Там машина уже на пешеходном переходе. И такой сюжет мы встречаем несколько раз, пока идем, в общем-то, от вокзальной площади непосредственно до центральной, ну, скажем, елочной площади. Плохое состояние территории в целом, мы объяснили вот этой проблемой много разных аспектов. Ну, например, освещение где-то недостаточно, с покрытиями сложности, где-то вода стоит. В общем, по сути, скорее всего, здесь находится высокое залегание грунтого вод, происходит небольшое такое заболачивание даже, ну, вот, газона. И сезонное использование. Можем сказать, ну, наверное, мы с вами можем сказать о том, что елочная площадь, очевидно, используется, например, Новый год, и активно это, может быть, любимое место города, а потом перестает, и об этом намного говорили в прошлый раз. То же самое происходит, как будто бы, с улицей. Она используется очень активно именно летом, а зимой замирают. Ну, скорее всего, по причине просто того, что холодно, но вообще она не такая активная, теряет какой-то свой функционал. Возможно, даже у других принимателей продажи компаний. Зимой не знают так ли это точно, но это будет проверять. И передаю сейчас слово комитет, потому что она рассказала потом, какие подходы мы предлагаем использовать в устройстве развития этих территорий. Добрый вечер. На самом деле, Надя, вот тут не дала, не дала, но по факту решения есть, и они достаточно простые. Всего лишь стоит придерживаться по шагу, и мы предлагаем начать с первого шага. Обязательно вы не понимаете правила оформления первых этажей торговых точек. Сами понимаете, можно привести в порядок вывески, наружную рекламу первых этажей. Вторым шагом, мы предлагаем организовать безопасные и безопасные пешеходные движения. То есть, нужно сделать так, чтобы пешеходы могли спокойно переходить дорогу и не переживать, что на следующем участке их отожигает машина. Третьим шагом, мы создаем благоприятную охотность на каждом из участков. То есть, делаем базовую инфраструктуру по сути. Это покрытие хорошего качества, это хорошее освещение разного видов и уровня. Это современный уличный мир. Четвертым шагом, мы стараемся сделать так, чтобы по территории было проводить время круглый год. Это значит, используем навесы и создаем многофункциональные площадки. Ну и пятый шаг, наверное, самый интересный. можно взять других теоретичных города нашего и отметить ее проводя на данной территории. Про что мы, собственно, говорили? Про вот этот кайлорп, который отображает наш эстетический, и не только эстетический маршрут. Сейчас попричем посмотрим на рыночную площадь. Ну и картинка, наверное, которую многие видят часто. Вот она сейчас. И такая на самом деле рыночная площадь может стать в будущем. Этот вариант с асфальтовым покрытием, который можно раскрасить. Вот здесь вот, сейчас покажу. Вот здесь вот можно отобразить резоры национальной площадки. А этот вариант с мучаками. Если присмотреться, можно увидеть, у нас вот в левой части появляются такие торговые прилавки специальные, куда как раз можно сорганизовать бабушек, которые сейчас хаотично разбросаны по всей улице. А с правой стороны у нас появляются красивые, сильно оформленные, в том числе и привлекающие мамы, первый этаж. Сейчас по нему тоже бабушек скажу. Вот так он может выглядеть на самом деле. Но вот ничего сложного, по сути, да? Только все достаточно функционально. У нас есть диланы поверхности, на которых можно расставлять бабушек, а также есть навес, чтобы можно было во время дождя и снега там спокойно стоять. Ну и можно добавить минутку праздничности и оформить улицу, например, бельдами и принести такое праздничное настроение. Немножко расскажу про дизайн-код. Вот так может выглядеть. Так, точнее, поступили в следующих этажах белковиды, например, и в Челябинске. Поправили первые этажи и образ дома вообще, в принципе, торговые точки, они изменились. На самом деле, это касается не только всей России, но, например, турмозал. Вот так вот было. Тоже, видите, довольно разрозненная торговля. То есть у каждого свой код, свой цвет, своя вывеска, и кто больше, кто веселее. В общем, кто куда. И мы, на самом деле, только все пролесили, гендовались и сделали единое умение. В принципе, ну, ничего сложного. У них просто единый цвет и единая база про вывеску, и выглядит уже гораздо лучше. На самом деле, далеко ходить не стоит. Это ахивное фото. Наверное, многие его увидели. Мы, когда его увидели, поняли, что, в принципе, основа сайт-кода уже есть. Вот у нас здесь есть участный шрифт, в котором написано слово «Креп». А также у нас есть красивый узор елочки. Мы взяли его за основу, и вот у нас такое предложение. Вот тоже магазин с Настема. Может выглядеть вполне себе презентабельно и довольно современно, и не хуже, чем Москва. Это такой эконом-вариант. По сути, что мы делаем? Мы красим первый этаж яркий цвет, в нашем случае красным. Сейчас тоже объясню, почему выбрали красную палитру. И делает какой-то козырёк и основу под выездку. На покрашенной палитре можно отражать волю полома Козина или того бизнеса, который он занимает. Это помещение. Здесь красная палитра, на самом деле, тем же могут быть красные. От самых тёмных до самых светлых. На самом деле, мы считаем, что эта улица должна остаться изнутри гордой, поэтому красным цветом, привлекающим внимание, может выглядеть очень выгодно. Вот такой вариант есть посложнее. По сути, основа остается. Мы тут можем добавить ещё отделку деревянными панелями, тоже ёлочкой. Добавить из подсветку козырька и небольшой элемент, тоже отражающий специфику заведения. Например, с целой красоты. И вот здесь он появляется на козлице и расчёсток. Обратите внимание ещё, прости, пожалуйста, на дверь. Мы просто дверь взяли, по-моему, на цвет, как по-другому. Он начинает смотреться, полностью вообще лечится на всех людей красоты. И нам кажется, что дизайн-код, вот я бы хотела бы пару слов сказать, потому что кто есть, кто предприниматель из этой улицы у нас сейчас в зале? Есть кто-нибудь? Ни одного? Человека? Надеюсь, завтра мы с ним всё-таки встретимся. У нас назначена отдельная встреча. Но суть в том, что это может казаться чем-то таким непонятным, украшательством, но на самом деле нет. Мы считаем, что наведя там порядок, мы получим, наоборот, во-первых, такую какую-то городскую гордость. То есть, представляете, все будут говорить, «Веянауле есть красная улица, давай посмотрим». Естественно, эта улица, она способна стать вот таким примером, как вообще работать с подобными территориями, чтобы вот рынок некоторые города превратить во что-то. красивые, чем вы можете гордиться. Туристы будут ходить. И, например, на одной из фотографий на торце у нас даже появилось такое изображение. Сейчас мы вернёмся назад и тоже об этом расскажем, что это важно. Видите, здесь был легенд. Такой мурал, человек отстанёт, да? И мы понимаем, что можно было бы даже с помощью муралов, работать с торцами. Может быть, жители дома не захотят, да, может быть, от соседних домов. Конечно, должно быть согласие с жильцом совершено, но можно сделать, опять же, достопримечательность из дома. Здесь, например, мы взяли не просто какую-то картинку, нам рассказали историю про то, что в Янауле на фронт управляли коней. И однажды один из владельцев такого коня, хозяин коня, встретил своего коня в Москве. Он смог только подойти к нему и менять его, забрать нисколько. И это была та история, с которой человек живёт всю жизнь. И нам хотелось бы, чтобы на таких вот торцах и в городе появлялись какие-то осмысленные, ну, рисунки осмысленные, качественные, очень, вообще, ну, какие-то, да, может быть, муралы, может быть, юлистики из другой статистики. Но чтобы вы могли про свой город рассказывать, что у вас появилось больше достопримечательностей, которыми вы можете гордиться. Например, художник, который нарисовал вот девушку около ее лучшей площади. Знаете, да, какое изображение есть в девушке? Он сейчас живёт в Казани, у нас и наука. Мы вот думаем, что, в принципе, вот этот проект тоже можно было бы вовлечь, и есть кому-нибудь сделать это. Качественный вопрос в том, чтобы, ну, это было бы интересно вам, если вы увидите в этом потенциал развития этой улицы как достопримечательного места. Ну, и эффекты, наверное, вы все понимаете, что предприниматели, мы надеемся, что это должно способствовать какому-то, какой-то перезагрузке бизнеса, росту продаж, росту популярности у жителей, и, конечно же, росту цены на квартиру. Потому что эффект этого устройства чаще всего, ну, напрямую, как форма цены дает еще какой-то экономический эффект. Вот. Сейчас перейдем к крыночной, ой, к килочной. Немножко подойдите, топили. Да. Точнее, у нас был сначала торговый площадь, а потом рыночный. Очень большая территория, пришлось ее разделить. Напоминаю еще раз про пешеходный переход. На самом деле, простыми средствами можно привести его в порядок и сделать так, чтобы всем было комфортно, чтобы был нормальный пешеходный переход, и место для автомобилей тоже оставалось. Вот как выглядит в вашей сейчас территории скоптер. Видно, что мы переходим в парковку, что тоже очень здорово, но он все-все все небезопасно. И как это может быть на нашем варианте? Мы переходим, и вот у нас появляется безопасный тротуар, который отбивается озеленением. Как вы можете заметить, у нас еще появляется тоже и наше кафе со стороны магазина «Семья». И напротив него как раз образуется прогулочная зона. Вот так у нас будет площадь магазина «Магни». Ну и мы переходим к первую площадь. По нашему мнению, она может выглядеть очень привлекательно даже летом. Если присмотреться, слева можно увидеть такой небольшой выберин детский для детей. И справа появляется такой небольшой навес с кочевинами. И второй кадр. Мы здесь увидим культурную развлекательную зону, как раз в которую входит сцена на заднем плане. И здесь строительные места. На самом деле это один большой навес, под которым помещаются как раз и сцены, и кафе, и качели. И все это в одном комплексе работает. Так, по нашему мнению, может быть игровая зона включает в себя разные элементы, типа лабиринта или скалодром уличный. Рядом с ней могут располагаться места, чтобы посидеть, например, родителям подождать своих детей, пока они слезают со скалодрома. Вот этот кадр – это челезь Казани. С нашего реализованного объекта, я вам так скажу, на самом деле, место – это пользуясь популярностью, да, живем из 15 дюймов. Там просто от детей нет отбоя, и это очень. Хотя это, на самом деле, рядом с остановкой общественный транспорт находится, то есть территория не совсем что-то, специально для прогулок. Также мы предлагаем оградить всю площадь холмами и озеренением, то есть посадить крупномерные деревья, чтобы создать ощущение спокойствия и уюта. Вот вы сейчас, например, водяной такой заборчик делаете, если вы замечали, что, видимо, безопаснее было, нам кажется, что это можно решить лоншапом. Просто задать лоншап так, чтобы ребенок, находясь там, не мог случайно выбежать, машина не могла заехать просто так. Да, к тому же мы предлагаем островки отдыха на самой площади, чтобы можно было посидеть, потакнуть. Так может выглядеть трудно-розвлекательная зона на месте со сценой и со зрительными местами. Здесь единственное не хватает навеса, но у нас он тоже предлагается. Вот разные форматы мероприятий, которые там можно проводить, например, праздник, мастер-класс или ярмарка, также может быть такой акустический концерт. У нас находятся юные техники, у которых, по сути, нет своей территории, нет своего двора. Было бы здорово, чтобы они могли бы в образовательных своих программах использовать полноценную территорию тоже, чтобы она у нас работала не только по праздникам зимой и летом, а регулярно разные организации могли бы там проводить в любой формате мероприятий, имея какие-то мобильные конструкции, поддавясь. Спасибо, Надя. И вот еще одно КХ, которое может появиться на будущем. В принципе, это в целом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, как и люди, все очень готовились и волновались, потому что у нас конкурс довольно мало времени, мы у вас последний раз были месяц назад. Если вы помните, мы за месяц, я надеюсь, вам удалось проделать ту работу, которая отражает ваши ожидания. И то, что вы говорили на прошлой встрече, на сессии, я хотела бы сейчас предложить следующий пора. Мы сейчас включим какой-то какой-нибудь свет. Сейчас приготовились, сейчас бы пьянку резко. Да. Вот. Сейчас ответы на вопросы, а дальше комментарии, критики, предложения и работа в группах. Дело в том, что мы постарались собрать видение общее, чтобы показать вам потенциалы территории, которые, как есть, не на ваш взгляд, и, на взгляд, все, кто принимал участие в обсуждении. И важно отметить, что здесь не только есть методы рекреации, ищи место для предпринимательской активности. Например, здесь, на территории, только здесь два новых кафе. Одно на елочной площади, а другое около торгового средства и цикла Семья. И нам кажется, ну, может, не кафе, может, какие-то разные информации, но в любом случае много рабочей места для города важно. И просьба сейчас, вопросы, если они есть, мы с удовольствием в них ответим. Может быть, что-то было непонятно, что-то ничего не сказано, что-то мы не учили сразу это видеть. Кто хочет высказаться, просто поделите руку и подойдут вам с микрофоном, и наши архитекторы, в общем, с удовольствием ответят наши вопросы. Да, да, и мы к вам. Пожалуйста, Карина и Артур, входите сюда с микрофоном. Надо не забывать представляться только, это самое важное. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, молодёжный совет. Я попробую навесить в виде вагончика, хотя бы у меня что-то, как там все. Да, вот как-то их три пятых, я понимаю. Количество можно применять, в зависимости от того, какой будет последний подход, мы просто это выточняем, и какие нужды нужны РЖД, какой это тоже будет предстояло. То есть это может меняться. Это просто сейчас мы создали образ, который отсылает нас к вагончика. То есть мы не видели просто навес, мы хотели сделать его интересным, идентичным, носить всю эту площадь такими красивыми, не красивыми, а, ну и красивыми даже, ну просто интересные объекты. Да, можно аналоги? Вот, да. Сейчас идет вот такая идея. Значит, взять образ вагона, ну потому что нам просто что-то важное, город продается благодаря вообще-то инстанциям, жильцезда уже. И какие активности там могут быть? Такие варианты, например. Вот здесь, это навес, в котором находится встроенное кафе, где может продаваться еда, как вот здесь в окно выдача, например, ну какой-то кофе или, может быть, с собой, какая-то рыбочка. Так люди могут купить, что-то съесть, перекусить и пойти дальше, поедать дальше. Это один из вариантов. Следующий вариант, это вот такие навесы, где просто есть сиденья, и люди в день не на день, не чаще, чем сиденья. Не могут просто ожидать здесь поездки. Потому что, ну, в общем-то, не все, это же очень, честно говоря, вот несколько раз, если вам сказали, в два часа ночи оказались, там, мужчины, значит, тусуются у деревьев. Вот, ну, на дорожке, там, как коровая дорожка. Есть, и все эти тусуются. Нам показалось, что было бы здорово, для них сделать любую зону, где они могут поставить вещи, то есть есть и заодно, как вызвало различную образовательную функцию, чтобы узнать про город, про то, как появилась железная дорога, какие типы вагонов вообще бывают, как развивалось такое настроение. Потому что нам бы хотелось, чтобы вся эта инфраструктура работала еще на экскурсии детей, которые туда и так ходят. Вот еще один вариант, сейчас покажу, извините. Вот еще один вариант с качельником тоже, который туда можно повесить, чтобы ждать активно. Но вот ты живешь, тебе нечего делать, ты сел покачался на качелях. Правда, мы показывали дверь с вами Александр, и она продолжила немного подсекровать это количество. Но, условно, это все редактированный формат, идея в том, чтобы сделать не просто на лес, где мы с вами можем встать и подождать кофе, а на лес, где мы можем чем-то заняться и как-то провести свое время более интересно. Потому что сейчас, к сожалению, такие гукуритеты не похожи как нет, и это вообще-то важно. И также мы обсудили возможности проработку леса для перона. Когда вы садитесь в поезд, можно попробовать предложить конструкции для перона самих, и потом уже грудой посадки в вагон. Еще вопросы? Да, добрый вечер. Зовут меня Артон. Хотел бы спросить... Хотел бы поблагодарить сначала. Очень классная работа, очень крутая. Очень понравилось. А ты с вами? Да, все-таки молодцы, на самом деле. Единственное, меня смутил немножко красный цвет на этой улице. Почему-то мне не очень понравился красный цвет. А почему? Вардовый цвет, не красный. Может быть... Не красный, в общем. Вардовый, вишневый, но не красный. На самом деле, я ходила на разные политики, только когда я боргуюсь в сети. На самом деле, красный может быть разным, может быть тонным. Мы просто ориентирулись, на самом деле, не только на наши впечатления от города, да? У вас, например, дома покрашивают розоватые, и там есть паровые балконы. Поэтому это вот турнамер. В фиолетовый будет тоже один турнамер. В середине сам балкончик. И на фиолетовый. Да, ну, под гамму. Но что-то это не спорило. Короче говоря, что не спорило. Ага. И еще один вопросик. Я говорю про рамбу для скейтеров. Увидел лабиринт. Круто. Увидел скалодро. Тоже круто. А вот рамбу почему-то я не увидел. А зимой? Ну, там не очень много места надо для этого. Даже если зимой она будет стоять, ничего страшного. Да, здесь на самом деле сейчас действительно нет специальной скейт-зоны отдельной. Просто потому что есть такая сложность. Площадь, на самом деле, очень маленькая. Хотя она кажется большой. И от скейт-зона будет большое расстояние до всего. То есть мы не можем, наверное, с детской площадки расположить. Она с детской площадкой. Мы не можем ее расположить рядом с лесом. Потому что, ну, могут люди летать, ребята. И на самом деле, если вы видели вот этот лабиринт. Так, сейчас я его иду, извините. Вот это такая идея, пока это в проработке находится. Ну, это не просто детская площадка. Это какие-то штуки, на которых тоже можно прыгать. И взаимодействовать. Ну, нам кажется, что у нас есть сложность, чтобы поставить прям скейт-парк полноценный. Но, может быть, какие-то отдельные элементы можно там интегрировать прямо туда. И вот вопрос определить, какие отдельные элементы нам будет прохожей в помощь. То есть, примерно, например, это какой-то, может быть, бетонная штука. Или штука еще, какая-то стенка. Потому что вот эта стенка, если вы видите, она бетонная, и она уходит вот сюда вровень, например, с землей. Можно сказать, вот это тоже какие-то из-за хотелось использовать. Но мы же понимаем, что это не рамка. Но, может быть, что рамка должна находиться где-то вот в большей территории, в парке. Или, ну, там, где места, короче говоря, больше, и то, чтобы, например, люди могли бы по цене тренировки провести. Потому что здесь его очень мало. И здесь кататься, конечно, можно будет по вот этому покрытию, чтобы оно было полностью обрушенное. И заезжали на отдельные элементы. Но это такое. Мелегальное катание. Вот, если, как бы, не окей вообще. Все считают, что тут рамка тескейта. Давайте это обсуждать. Действительно. И просто тогда вместить вот в оценке проекта. Потому что это еще можно внести. На этапе, ну, на этом этапе все можно поправить, напомнить. Еще вопросы? Конечно. Ну, извините, я не знаю. Молодежь Васильев. У меня немножко слетела рожь. Рожь она все-таки растет. И... Да. Она растет почти как головы. И как это все будет? И это некрасиво. Ну, извините, это лично в моем мнении. Да. Может, действительно сильно очень. Может быть, да. Ксения Молодожица. Это может быть, на самом деле, вот, агрокультура, которую мы в вокзале на площади, да, насколько я помню? Да, да, да. Заменить зеленью, которая будет пониженной, будет поэстетичной, может быть, когда. Сокость, подержала. А просто эмбрирует все прямо картину, мне кажется, что-то... Ну, как-то вот... Слишком много всего у вас. Может, из-за вот этого... Это чисто наше мнение. Вы можете просто стать на этом. Но у вас сейчас реально... То есть, проблема в том, что хочется видеть что-то свежее, а не не слишком урожен. Свежее, как и яркое, более-более. Да. Что посещение... Что посещение... Это сочность, а не заброшенность какую-то, да? Да, да, да. Спасибо. Кто еще имеет вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Илья, я представитель Кировина. У меня такой-то вопрос был. Вы представили северные ворота Прошкирия, в котором мы не хотели. Было бы здорово видеть несколько вариантов. Потому что, как бы все хотели видеть именно ворота, поэтому, может быть, какие-то другие интерпретации тоже предложили. А северные ворота почему смущает? Какой вопрос? Нет, не смешает. Хотелось посмотреть несколько вариантов. Может быть, действительно, им это как бы лучше впишется, а может быть, какие-то немножко в другом варианте ворота, и более, так скажем, гармоничнее будет смотреться. Есть у меня вопрос? А просто эта форма, она, у нее много осей, и поэтому она с одной стороны раскрывает паразм. То есть, на нее порты виды могут быть и с северы, и с самой площади, и немножко сбоку. И у нее отовсюду отжигание арты. Вот от этого мы хотели. И в таком отношении нам все равно могут быть другие варианты. Мы их тоже посмотрим, куда работать. Возможно, могут быть что-то лучше. Спасибо. Еще вопросы? Да. А давайте я передам. Да. Сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Спасибо. У меня один вопрос. По елочку очень много. Можно ей прохождать? Скажите 100, ладно, когда. Сейчас. Исправдим ее. Так. Мне кажется, по правильной стороне пошли, да? Да. Могут ездить искусственные, вот туда, что мы будем. Потому что каждый год. Новогодний дом хотел быть. Сейчас не искусственные, а хорошие. И вот, надеюсь. Исправдим. 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 Большой вариант. Ну, где-то оно все равно. Что-что? Метра 20-20, и надо что-то. Нет, 20 метров не получится, но метров 10-10 можно посадить. Нет, я лично сажала такие елки, и правда. Но у меня, по-моему, не одна не упала, даже если упалит, вам расскажу. Ну, а нормально, то есть, на пространстве с грунтовым водой высоким, у нас есть опыт высаживания из этих елок сразу, 10 метров – это не проблема. Единственная проблема, которая может быть, что грунтовая вода в сахарах, и, возможно, придется сделать какой-то холм при холмах. И нужна техника, чтобы посадить торгулёру, вот у нас специальная машина с лопатами. Вот, нам-то, когда-то, чтобы вдруг придется, они не только-то, брулок вместе, идут, присвоить, идут, и все. А если при этом, вместе с ним получше, это красиво, то же. То есть, вы переживаете, что он будет мусси, и поэтому лучше искусить, да? Мужически, а с тобой идем. Здорово. А почему 10 метров, который там маленький, сейчас надоеду на системе? 23 метра у вас сейчас? Да, 20 метров. Ну, 23 метров, я не знаю, посадим бы или меньше, и надо спрашивать, что вы в норме, я согласна. А может, честно, для нового года посадили площадку, для них у всех, которые были искусственные. Искусственные. Смотрите, можно так? А какая идея? Если вы посадили джипу и все, как и будет, надеяло, что надоеду, а потом на площадь там будет пространство, поставим искусственную, красивую? А давайте микрофон подождите. Ну, искусственные сразу с украшением подойдут. А если украшение подойдут, да. Хорошо, предложение создать искусственную елку. Да. Хорошо. С чем? С украшением. Хорошо. Теперь туда микрофон. Ой, можно ли попросить перед этим? Кто хотел? Да? Да. Давайте дадим вас. Да-да-да. Просто я хочу добавить меня с Андрея. Просто елка – это наша горлость. Она у нас самая ручная, самая высокая. И она, скорее всего, будет живой. Я не знаю, значит, этого. Мы действительно не получится посадить очень высокую, живую елку. Елку? У вас уже есть, думаете? Да. Ну, то есть, минимум, 10 метров, 15 метров – это возможно. 20 метров – не знаю. Надо не будет посадить, потому что это правда возможно. Это не сложно. Мы бы не хотим, чтобы вы узнали это, потому что наша елка – это наша гордость. Да. Спасибо большое. Просто правда шикарная. Елка очень красивая. Это действительно, да? Вероятно. Да, пожалуйста. Просто я сейчас набираю популярность пиксельные елки. Это вот в действии для плюзитанских и в эфире, в Афире, в Афире, в Афире, в Афире. А давайте все шоу сделаем. Я знаю, что все уже устали, будем обсуждать. Отличим два вопроса, и мы переходим к обеспечению в группу. Пожалуйста. У нас тут тоже самое. По елке, если ставить шагу и елку, здесь стоит понимать, что ее постоянно надо будет украшать. Принять геремиады, иллюминации. То есть сюда будет здесь тяжелая техника, и всю территорию можно просто разломать. То есть пиксельная елка сейчас, которая сама горит, решает многие вопросы. А вот вопрос, можно все-таки про елку? Нет, я никак не уймусь. Есть у нас северная часть, там тоже есть прекрасная площадь, и живая ель может быть гордостью в северной части города. А вот мы можем посадить, например, здесь живую елку, но ставить еще пиксельную? Или нет? То есть елка? В смысле две елки. Ну, мы просто сделаем так, что у вас там будет две елки, будет тесненько разломать. Группа вообще не упоминается. Может быть, кто-то там был, да? Елка одна должна быть, да? Как мы с вами не ест, а у нас уже не елка. Так. Хорошо, еще вопрос. Хотелось последний вопрос? Попробуйте. Давайте, пожалуйста. Здесь есть биотрясины, и мы, ну, как бы, вроде как, вы не смотрели эту часть, да? Тут парковочная часть и биотрясины. Да. Просто что будет происходить в этой части? Да. У нас все действия в церковь. Ага. Сейчас. У нас просто очень большая презентация. Сейчас мы ее проводятся в церковь. Сейчас мы служим. Ага. Ага. У нас такая просто проблема, вот, надетая, что тут скатываются вода, образуются огромные лыжи. А так как у них нет канализации в городе, это как один из вариантов, мы просто предлагали. Ага. Ну, сейчас мы тоже этот пример пересматриваем. А биотрясина – это зона с пониженной отверткой. То есть, ну, просто говоря, как-то это по прияму. Где высажены водолегоневые растения, и вода просто во время туда скатывается, частично отводится, чтобы хотя бы часть воды отрезать. Потому что там действительно проблемы с водоотводом. И потом она по другому проходит. Просто есть такой вариант водоотвода, и мы его решили тут предложить. Но сейчас я пересматриваю, чтобы это совместно с вокзалом, совместно с ржавой. Спасибо. Там правда большая проблема. Надо будет не только делать отвод валент в грунт, например, ну, зеленый-зеленый. Еще отвод воды с помощью водков, как минимум, на той же улице. То есть это… Мы не говорим об этом инженерном сейчас, потому что это инженерные вопросы. Вопросы следующего уровня, когда проект будет согласованный, думать, будет вести воду. Но там есть технологии, которые могут помочь этой проблеме решить. Друзья, ну что, переходим к работе в группу, но все вопросы ответили, да? Последний. Так, в микрофончик, пожалуйста. А у меня один вопрос. Вот этот весь проект, который вы нам сейчас показали, он вписывается в 80 миллионов? Конечно же нет. Да, вот сейчас все расскажу. Значит, это… И мы предполагаем, что это будет устроить делочные площади. Второе – это финансирование, если бы выиграна конкурс на всю пешеходную связь. Прямо вот доходя по счету отсюда. И третье – это финансирование РЖД. Потому что они реконструируют мост. И мы вели с ними предварительные переговоры о том, чтобы они устроили площадь. И эти переговоры тоже сейчас… Мы обсудим сейчас с вами концепты, доработаем и вышли мы, чтобы они посмотрели и дали нам какую-то обратную связь по возможности устроить площади. Связано это с тем, что они перестраивают мост. Вы знаете, наверное, что там один из из складов он уйдет. Но мост несет, потому что мост передвигается. И важно будет реорганизовать там потоки. Мы надеемся, что у нас получится договориться. Потому что это их частная территория. Мы не имеем право сегодня с вами вкладывать бюджетные деньги в регион. То есть нам нужно, да, добиваться обустройство площади совместно с собственником. Мы с РЖД на них были заинтересованы. И там совершенно потрясающее уголовство, которое говорит, да, еще пусть тут в 50-м делаем газеты в Межгороде полностью на вокзале и проводим мероприятия. То есть мы очень прогрессивно. Мы надеемся, что мы договоримся. Будет лежать вас в курсе, собственно, все эти процессы. Ну, этот план выгодно два, наверное, примерно. Два-три года. То есть понятно, что такой прям работ, особенно дизайн-код, он не ревизуют за один год, скорее всего, просто потому что это вопрос договора с каждым из собственников, вопрос о том, что положение, о внедрении дизайн-кодах, вопрос о системе контроля. Ну, вот эти системы, что вы сегодня ничего не делаете. Это большая, очень дистантивная, поведенческая работа, и поэтому проект рассчитан. Ну, что-то в следующем, наверное, что-то, может быть, в 2021 году, может быть, даже в 2021 году. Но это огромная института, мне кажется, так тоже вы видите. Вот. Но приоритет, приоритет – это геологическая площадь и связка будет пешеходная. Сейчас это приоритет, это пошло в Межгороде. Все вопросы, да? Отлично. Давайте поблагодарим еще раз наших приоритетов. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, спасибо большое. Значит, что мы дальше будем делать? Да, мои коллеги не помогают уже. Помните группу, как работать, да? Мы вот сейчас вот такие материалы издали. Это называется «лист для работы в группе». Нужен для того, чтобы у вас ничего не потерялось, вы все спрессировали, и дальше мы могли с вами это сыграть. Поднимите руки, кто знаком с теми, с кем вы сидите за столами. Да. Значит, те, кто не знакомы, важно начать со знакомств. Чтобы понятно было, чтобы вы обсуждаете проект, коротко рассказать о том, почему вам интересно это дело, чем вы занимаетесь. И дальше по всей территории один из каждой из мест. Что вам нравится, что вам не нравится. Сильный стойный проект, слабый стойный проект. Идеи и предложения по его дальнейшей работе. Друзья, поднимите руки, кто меня слышит, пожалуйста. Кто-то сейчас меня точно уверен, что слушает, понимаете, что я говорю. Да. Значит, смотрите, у нас на работу в группе с вами сейчас будет 40 минут. Они прилетят незаметно. Может быть быстрее, может быть хорошо. Но одна только просьба, пожалуйста. Обсудите каждую зону отдельно. По каждой зафиксируйте все предложения отдельно. Специально для этого графика. И также выберите того, у кого хороший очерк. Кто будет писать и все фиксировать. Чтобы вроде кого-то прочитаться. Кого-то одного, кто все фиксирует. И мы сначала договариваемся, а потом записываем. Пишем идеи, группы, не только свои. Понятно, что делать? Кому понятно, что делать? Так. Поднимите, а для кого понятно, что делать, наверное, вообще? Все понятно и ничего не надо объяснять. А кому не понятно? Кто ничего не понял? Есть такие? Все-все поняли? Хорошо. Наши коллеги. Будут сейчас Таряна, Далия, Тарина. Будем ходить между столами, помогать вам. И еще Арту. Арту вы уже знаете. Мы будем вам помогать. Так что, если что, задавайте вопросы. Так что, задавайте вопросы. Спасибо. 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 В общем. В общем. В общем, давайте сейчас внимательно слушать. Видите на экране. Мы записываем. Мы записываем в сильные и слабые стороны предложения по наработке. Потому что по итогу встречи у нас поменяли результат. Поэтому просьба слушать внимательно. Поэтому просьба слушать внимательно. Пожалуйста. Мы здесь только холмы сначала не приняли. А потом подумали, что там и так все ровно. В принципе. Если так посмотреть, что супер держит сверху. Там ровно. Если вот какая-то такая вот пополнистая линия появится, там не помешает. В принципе. Но если это будет что-то большое, да, это будет. Мы просто не знаем, как это будет выглядеть со стороны. Нам нужна картинка со стороны сверху, сбоку. Потому что есть вот она как отдельно вот здесь просто. Да. И еще. Почему холмы? Мы сказали нет. Потому что там дети будут кататься на велосипедах. Закончите с нее скатиться. Закончите с нее скатиться. Да. Это уж будет опасно. Да. Он что-то летит у меня на дорогу. В этом плане. Да. Потому что они будут как-то разживать и все. Потом. Если использовать. То есть. Мы предложили, что можно использовать этот холм в качестве всесезонной группы. Чтобы оттуда можно было скататься. Ты как бы на зеленый график принимаешься. И все минуты скатаешься. В этом плане. Оставьте вот этот припосхода. Мы это сами. По поводу леса. У нас тоже возникли вопросы. Потому что. Как это будет. Дети у нас любят. Волгу свою застогнуть. В принципе. Мы подумали, что. Нет. Если только. То. На месте. На месте. На месте. На месте. На месте. на месте. Потому что они могут поделиться. По поводу сцены с инновесом у нас в большой плюс здесь написали девочки, площадка для общественной молодежи. Там нет места для девания. Возможно, это как теплая сцена, мы до этого говорили, но возможно возможно. По поводу 21. Кафе на площади написали плюс. Горячая пища, все сезонные, а зайти попресса. Да. Нарезы скорчения имеют. Немного грубоват. Прям бросить. Сам навесу немного грубоват. Я так понял, что он, получается, и с крышей, и сечет, и добавим, понимаешь? Там крыша будет карбонат, который даже не сочетает. Да, да, да. То есть, отождаешь? Первого, который нужно нарезать. Да, да. Они поднялись на два дня, и подъемы – это все. Ну, давайте только зафиксируем, как надежная крыша, посещающая, что-то за. По поводу инспектов. По поводу инспектов. По поводу детского отделения, тоже за, и мы с вами с удалось. По поводу скалодровности. Кто писал? Ребята, заменить на... По поводу инспектов. А у нас сегодня все на самом деле. Я просто... В разных городах, как они напалили, но в исполнении этих городов, такие так-то много, как вы не знаете. У нас с горки, у нас с горки, у нас с горки, с горки, Но я не считаю нуждности вообще в нашем поле, но вообще не пресс, как я считаю. То есть, в основном, это опасно, когда живут через дороги детей, и только детей, и взрослые, соответственно, и самопроцентные. Но нам варианты, я могу объяснить, потому что есть ребята, малыши, которые катаются на сне поле, катаются на борьбе, катаются на борьбе, катаются на море, не умеете этого делать. Это плотное место, это плотное место, это плотное место. Я не знаю, я с тобой не вижу такое. Спасибо. Походим на видео в кафе «Кошель». Друзья, у нас очень очень шумно. Я сейчас спрошу группу перестать обсуждать. Давайте раз в Кошельку или группу поздравлю с вами. Пойдите с вами проехать на север. Нам надо с ним договориться. А до этого у нас получится служить. Лиднее кафе, да, это у нас 14-е. Вот это вот то, что вы пролетили, очень прекрасно. Это мне очень понравилось. По поводу того, что здесь появится вот такая зона, где можно будет пройти с покупками и пойти, например, в торговый центр «Семья» с этой стороны, это тоже здорово. Потому что, вы же знаете, мы постоянно отсюда пробегали и не знали, куда двигаться и поняли, что он согнет машину. Ведь здесь то, что парковка, да. Это, надеюсь, как-то еще с тобой не карты света будут отрочтены, потому что чуть-чуть не заряжали на ниже крупной форме. Только мне понравилось, конечно же, потому что с тобой уже полога появился. Это прямо моя новая мечта. По поводу… Вы здесь, конечно, не симпатили, да? У нас все… Да. Мы остались в первых акциях для нее в вашей пионе. Носить сильно, чтобы не поменять… По поводу торговых прилавков мы были са, чтобы единая с вами была. Но по поводу товара больше, по поводу месячек. Поэтому… И еще, я хотела бы здесь спросить, по поводу вокзала и площади, где все-таки пешеходная зона будет, да? Да. Да, это пешеходная зона. Потому что, почему объясню? Потому что дети, которые учатся в пятой школе, они уходят вот сбоку отсюда. Но, когда там грязь от помесина начинается, они, получается, сокращают. И вот, как смотрят, уже перебываются через забор, идут вот в эту сторону. Вот те, которые живут соленья. Объясняю почему, да? И вот очень интересно было бы здесь сделать пешеходную зону, чтобы они могли прийти. Потому что каждый раз из роду детки оттуда походят. По поводу торговой дорожки, именно то, что мы хотели, да, действительно, это здорово. Здесь озеленение, конечно. Как это все будет? В горшочках или там уже в земле? В земле. В земле. Это может быть зимой, конечно, украсть и домыцами. Может, клиентами, да? Это интересно. По поводу Северных, по-моему, Штатистанах. Мы просто здорово. Это просто подлинка, я знаю. Мы счастливы. Потому что делать это на всю улицу, да, это как-то будет смотреться. Это не я не сделала такие албомные. А потом по поводу торговой дорожки. Интересно. Ну, вот здесь вот белая будет, да, хрущатка. То, что если белая, там весь будет. На планирую Северных. Можно даже не поработать на торговой дорожке, а театрами, конечно. У нас вообще есть вопрос по поводу Штатистанах. Немного зала. Потому что, вот здесь вот так не всего получается. Вот эти места ожидания слишком много. А брошь, она, ну, не мою личность, а не ребятам, не смотрится. Сделать, конечно, что-то зеленое. И чтобы это освещалось ночью, это будет очень красиво. или сделать какое-нибудь архитектурное молитвы, чтобы можно было бы короче, где-то винчик, ну примерно, нет, вы берите это за идеи, что-нибудь из земли, выходящее и соходящее, можно принять туда что-нибудь интересное. Ну, в общем, тут точно бывает, да, потому что, я, ну не знаю, это надо идти к чему-то современному, возвращаться в коржи, это у вас, это можно увидеть по пути, по пути, по пути. Часы, часы, очень непонятно, как будет выглядеть, большой вопрос, возможно, это будет как-то вот так, или просто какая-то конструкция, тогда будет интересно смотреть, да. Просто есть там вопрос такой, как свой палочек, так мне понятно, вот здесь, вот, не ясно, а мы не видим лишних и не войнущих. По поводу того, что под часами обмянуть, это просто великолепно. Торгоза по бельдон, здесь тоже по бельдону остается, где-то измещено. Да. Что тут нужно было? Торгоз, и количество нарезок просто смещает, мне кажется, надо сократить количество нарезок, верно? Да. Побелён скачения не прекрасный, мне нравится, мне кажется, что процесс мне нравится. По поводу сценных угонов, вопрос, это тоже не приятно. Потому что, вы знаете, что у меня бесценка есть? Так, по поводу вокзала, там есть угрозик, самый внутри живой вокзала. Ещё я предлагала сделать как-то тёплые, а все равно как-то же где-то, а все равно, полностью приятно. Там, получается, можно просто положить вот так, за пол ими. А кто-то сказал, что можно зайти на желтый вокзал и там поменять, в принципе, чтобы можно было зарядить телефон, но переделать штики-остановки. Привозить на сюда. Т.е. точки на зарядке телефона. Привозить на сайте. Привозить на сайте. Привозить на сайте. И кому-то было веселье. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дополнительные группы, только микрофоны, буквально 3 секунды. Меня лучше говорят. Ленина 8, Ленина 10. В прошлой сессии вы говорили о ограничении движения автомобиля. В этот раз почему-то ни у кого это не услышал. Вот, хотелось бы еще раз напомнить, что ограничить движение вот здесь автомобили вообще. То есть, торговый павильон подъезд в определенное время. Так, пусть ему там какие-то думали. Сделали. Да, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, было плохо с темой презентации. Действительно, обратите внимание, сейчас предлагается ограничить движение и открытие только для тех, кто там непосредственно там поллят, в определенной численности, когда рано утром и поздно-поздно вечером. Вот такая инициатива. И, ну, потому что если кто-то лезает в миру, нам бесполезно, чтобы что-то было не вправо. И надеюсь, что, ну, будет просьба в следующую группу для олега, это предложение, потому что это важно. Иначе, смысл нет, главное, деньги на эту улицу. Спасибо большое вашей группе. Давайте поаплодируем группу. Следующая группа будет перед вами. Входите к нам, пожалуйста. Напоминаю, что нужно быть краткими, вы должны попробовать в четыре минуты. А главное, я должен рассказать последовательно про разные территории, чтобы мы не все обменить. Пожалуйста, кто будет выступать? Кто будет в вашем группе, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Илья Илья. Наши группы, в основном, это старшеклассники и представители системы образования. И мы хотим тоже свои, так скажем, свои территории стилы. То, что нам понравилось, не понравилось. Так, я сразу же, наверное, начну с, то есть уже, Дэвид Фоксала и именно с этой площади. Во-первых, вот этот формат ворот нам не понравился, потому что юрта, она узнаваема только, наверное, в Башкирии. Сомневаюсь, что во всей России, значит, такое юрта. И увидев вот эту инсталляцию, наверное, не все пролежащие, потому что это юрта. Во-первых. Во-вторых, именно наш район, он многонациональный. Если у нас, ну, чистый Башкир, они живут все-таки на юге Башкирии. Поэтому юрта, это как бы не наше, я считаю, это мое личное, и у многих ребят, которые сегодня знают, это как бы мнение. Поэтому, возможно, какие-то другие варианты ворот тоже стоит рассмотреть. Следующее. Вот это место, место ожидания, которое вот нам тут отметили, на самом деле, это, скорее всего, наверное, место прогулочное, потому что, место ожидания, они должны быть ввести к месту посадки. На самом деле, у нас садятся, как правило, во втором-третьем иронии, да? То есть, наверное, все будут не ждать, где мост, переход, партия моста конкретного ожидания. Мы предлагаем поставить в часовой. И формат часов, мы тоже попросили поменять. Все-таки он выглядит больше так на момент, в том числе, чтобы с этим поработать и вместо ожидания установить ты-нибудь в районе числа. Друзья, давайте в тишину добьемся, пожалуйста. Очень сложно, пусть и глазами сложно говорить, параллельно с вами. Даже не представляете вас. Вот вы здесь тоже окажетесь, вам будет неприятно, если вы даже будете слушать. Правда, жена? Давайте слушать и будем, пожалуйста. Так, и еще паровоз, это наша достопримечательность, поэтому мы боимся, что оно во всей этой, как скажем, может просто затеряться. Поэтому хочется, чтобы вот этот паровоз выделялся как именно из-примечательности. Так, еще. Дальше. Говоря уже о Кавровой Дарушке, все это нравится. Вот здесь вот световую коррекцию стоит убрать, потому что все-таки здесь ленина 8, ленин 10 – это живые дома. И если вот эта световая инстанция появится, то это значит, что там ночной, как-то ночная жизнь города должна быть, как бы, ну, однично, да? То есть, поэтому это лучше с того инстанция перенести вот именно в момент, ну, вместо елочной площади. Сейчас идем, проходим. Поэтому все-таки вот это ленин 8, ленин 10 – это пусть это будет какой-то дневной. То есть пусть это не будет места в нашем погоде. Дальше. Елочная площадь. Здесь тоже у нас очень много предложений. Я хочу передать слово… Да. Она сама поставится. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я хочу ассоциатива на елочной площади. И мы создали то, что именно елочная площадь больше обустроилась по молодежи, потому что именно здесь везде проходит дорога, асфальт, и это будет опасно для детей. И, к тому же, у нас есть парк, где также бабушка родила, когда он был в парке, и дети именно там будут. Также, тут должен быть, допустим, птицовое бюро, если вы привезти именно от того варианта. Это будет красиво, и, допустим, кто-то сможет сладкаться на красивую планету. И, также, хотели увеличить красный древлайн, потому что можно будет, допустим, помочь, чтобы проготиться на скейте или уже на ровно в тёплой рейтинг. И также нужно взять, чтобы убрать сцену и заменить её на что-то, потому что сцена, как раз таки, есть и для его, как раз таки, голосового, как на деца, на пдч. И... А можно вопрос? А на что заменить сцену? Потому что сцена была главной площадкой, у нас все будут, ну, как бы, всё это время работали. Почему её надо убирать? А это не специально для наших мероприятий. Это для глобальных маленьких, для любого, может, там, штук организовать, на штук одновесный просто. Она не используется в другие дни, кроме как, допустим, Новый год провести, чего-то ещё, они были там нижние. Допустим, можно также догонять на острововое такое, и то что-то... Вот. Вот. Чтобы с вами видеть, рядом с теми, на сцене тоже, а потом уже... А потом уже... А потом уже... А потом уже... Скорее... Скорее... А так, что у вас... Вас заметило то, что мы решили выбрать эту сцену. На самом деле, в дворце младёжи сейчас строится сцена. Я думаю, что для младёжи сделать небольшой концепт, и там вполне как бы... Нормально. Да. И поэтому... Вот здесь мы поэтом должны быть решили выбрать сцену, чтобы было больше места для прогулок, больше места для молодёжи, так скажем, чтобы... И тем более мы, как скажем, предлагаем расширить этот план, чтобы на роликах можно было как раз как бы ориентировать именно на молодёжь. Ладно. Спасибо. Ещё. Поменим. Окей. Это может быть есть и номер. Поменим. Спасибо. Спасибо большое вашей группе. Спасибо. 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 Здравствуйте, меня зовут Вадим. И мы, наверное, с нашей группой пришли к тому, что мы записывали в основном то, что нам не нравится и то, что бы мы хотели изменить. Начнём в порядку ёлочную очередь. То, что нам не нравится, это нет надобности кафе. То, что у нас как бы под периметром здесь уже есть место, там еноу, кафе отдыха как-то так называется. И, как бы, место заниматься какое-то, в общем, у нас. Дальше. Непродумные места для парковки. Вот мы тоже этот момент затронули. Вот здесь вот у нас место для остановка. Получается, у нас место вот здесь вот здесь вот такое, как площадка что-ли, в парковной зоне. И мы думали, что, в принципе, можно было его убрать. И здесь вот просто вот, допустим, такое вот место, допустим, скамейки что-ли, какие-то ещё добавить. Как раз вот подход по площадке, где вот у нас идёт основная зона отдыха. Вот здесь вот тоже место, где улезли в парковку, наверное, на этот момент тоже не особо понравился. Мы хотели, чтобы здесь, как бы, побольше места было. Так же, в момент, что, в общем, вот это вот место, всё, зона отдыха, отдельно предназначено для каких-то маленьких детей. Это место больше для подростков. Где у нас дети, более старшие, ну, более взрослые, будут у нас заниматься своими, там, делами. Там вообще не место, вот, в общем, для маленьких детей. Ну, детские площадки, они у нас в основном во дворе, но это уже для более подрастающего поколения, как бы. Дальше, следующее, это у нас такая улица. В основном, ничего здесь мы смотрели такого. Видите, что нам не понравилось, это всё будет фильм уже потом. А так, мне здесь всё, в принципе, понравилось. То, что здесь у нас всё будет в одном стиле, одного цвета, это нам понравилось. Так же, место, вот где у нас вот здесь пешеходный переход, он добавился много, здесь его не было, да? Главное, дорога, и, как бы, ну, где-то пешеходный переход должен быть, где-то 5 метров, что ли, у нас в состоянии поздно, как до поворота. И тут место, как бы, неподуманно, немного его надо сместить, что ли, в сторону. Дальше, следующий момент, у нас идёт вокзальная площадь. Что нам больше всего не понравилось, это как раз таки, когда у нас подъезжают автобусы, у нас этот момент не продуман. То, что у нас один автобус здесь остановится, встанет, другому автобусу, который дальше встаёт следующее место занимать, ему неудобно, ему приходится вот это место приезжать, и вот этот момент у нас не продуман. Тут либо надо как-то увеличивать ту зону, либо переделать вообще это её в другом месте, но мы не придумали, что там вообще. В основном это увеличено. Следующий момент, это у нас часы находятся и на месте. Часы, мы предлагаем их передвинуть, потому что они закрывают ворота, которые у нас будут, зеленые ворота, башкортостана стоять. Их как бы не будет видно, и просто они находятся не в нужном месте. Мы предлагаем их передвинуть вообще. Дальше, как мы споняли, молодое и старшее поколение, что качели, надобность качелей. Взрослые говорят, что здесь вот место, где взрослые люди, как вы сказали? Офисно-деловое место, где не место для качелей. И предлагали их, где сквер в железнодорожниках, выделить какую-то зону, островки, и вот в этих местах поставить эти качели. Просто у нас это место, вот, сквер в железнодорожниках, это не место, где у нас отвлекают люди, а прочее место, где у нас люди бегают, покупают билеты, садятся в автобус и едут. Или же связали с автобусом и уезжают. Это вот, что мы и обсудили. В принципе, все. Спасибо большое. Спасибо большое. Поблагодарю очень много. Вы хотите рассказать о дополнениях в руках? Может, тогда маленький вопрос? Что бывает в мире или дух, как говорили, расширить вот здесь? Расширить границу, чтобы два автобуса проезжать? Вы проезжали? Или что? Ну, вот, у нас сейчас такая ситуация, что когда у нас автобус подъезжает один, второй автобус, ему уже места особо не хватает, ему приходится объезжать этот автобус, этот момент как-то не продумав. В других городах это все как-то более... вдруг ступенчато стоят как-то, а у нас это как бы в одну линию стоят и неудобно. Приходится каждому автобусу объезжать одну, потом останавливаться, да, задний код, тот же самый, чтобы остановить и на своей остановке как-нибудь. Спасибо большое. Еще раз благодарю группу. И что следующий? Кто следующий? Да, вы хотите к нам, пожалуйста. Просьба рассказать, кто в вашей группе и ваше предложение. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы будете вас готовы? Я помогаю вам. У вас 4 минуты внимания. Добрый вечер. Меня зовут Таняя. И я бы хотела рассказать про... начнем с ее очной площади. У нее очной площади очень много... Подождите, с помощью. Друзья, вы вас внимательно слушали. Друзья, я не помню. Нет, пожалуйста. Предыдущая группа. Друзья, пожалуйста. У нее очень много плюсов. Во-первых, мы хотели увидеть наличие игровой зоны. Потому что, ну, в нашем городе очень много детей. Им, как бы, будет интересно развиваться и играть так. В наличии также живой йог. Это очень красиво. Это все-таки наша гордость. Это йог очень красивая. И сцена. Там можно будет, например, проводить также... Показывать кино, например. Тот же самый. Всем угодно рассчитывать. Получается следить, рассматривать фильм. И это очень высокотик наш город. Торговая улица получается. Торговая улица получается. Торговая улица. Очень красиво. Оформлена цветовая гамма. Торговая улица получается. В окно. Здесь получается. И... Световые... А, световые... Они выглядят очень красиво и добавляются в это. Олице. Такое праздничное. А, световые выводы таки. Такой праздничной атмосфер. Очень красиво и загадочно. Так, это нам не понравилось. Наличие... У вас панели на входе по самому жерматическому виду елочки. Мы посчитали это очень старинным, как бы уже устаревым. На вокзале точно все очень красиво, нам все очень понравилось. И вот, к нему предложений нет. Только вот насчет ржи мы бы хотели ее заменять. Ну, потому что она зимой как бы оседает и не имеет объема. В общем, мы бы хотели в зоне номер 14 поменять, получается, зеленую участок на катки с зоной. Потому что у нас там получается новый асфальт и это уже его дробить не очень хорошо. В общем, все. Спасибо большое. Да, пожалуйста, выходите сюда. Добрый вечер, уважаемые участники семинара. Я хотел бы поздравить, что, так как 1,4 население нашего города, это молодежь до 14 лет, мы доставили как раз таки словом нашим девчонкам. Ну, и мой какой-то, дальше добавляет, не хотелось бы действительно видеть побольше тех времен, которые вы хотите совершить. Как раз подходят по этой категории до 14. Да, соответственно, чтобы соответствовало росту и доказать, что теперь дровы или нет, что будет у них для себя. У нас как только желание. Но до 14, а то есть так 0 до 14? Да, до 14. Посмотрели по отчетам, например, мы собираемся, что будет предъявить, управляли, нам у нас по отчетам даже 5700, и эти тишек вот как раз попадают по этой категории. И так подхожу в фото и девчонки, чтобы быть, презентовали в своем мнении. Всем спасибо. Спасибо большое. Следующий. Выходите к нам, пожалуйста. Может быть, вы? Давайте. Да. Вы смотрите. Вы, вы, да. Ладно. Если воздвигаю, я буду спросить. Конечно, важно попробовать, может, за 4 минуты и рассказать, кто вы очень любите. Пожалуйста. А подождите секундочку. Сейчас, надеюсь, что не добилось. Наши представители спорта, тепловики, господи, 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 господи. Уже много, что у вас было сказано, повторяться не буду. Вот по моменту, который нам не очень понравился. Все-таки мы их наставим на их земли и еле. Здесь вот еще есть такой момент, когда, то есть будет массовое скопление граждан, чисто 31 на 1, Новый год и так далее. Здесь нам не будет дополнительно договориться, потому что ряды территории, у нас примерно 55 тысяч человек приходят, сюда не завезут. По кофевости с представителями собственной обращенной организации, там, к сожалению, и так далее. То есть наночки электрические. Да, да, да. То есть какой момент тоже есть. Что же дальше у нас? Потом по, значит, торговой улице, в принципе, да, есть один вопрос. Вы, скажем, разобрались. С левой стороны что будет? С левой стороной реконструкция фасада. Видно накладками это может быть частично земляные ошибки, частично торговые, частично длинные листные панели, но определение фасадов в порядке. Також растетки, материалы, что-нибудь технологические. Все, все понятно. Здесь мне очень понравились, значит, сайты торговые прилавки. Колосы, все равно это не то. Только их более интересно надо поднять, что-то стеризованно лучше. Так, и все-таки мы хотели бы на подсветке настоять, то есть вот световой палом, как называемый. Да, говорят только, что будет скапливаться молодежь, может быть, стоит понимать, что ее подключить можно по определенным периодам. Я вот хочу тоже, вот можно, извините, что я позволю сейчас прокомментировать. У меня такой вопрос. А если мы сделаем совсем темно, и мы обустроены, разве молодежь не будет скапливаться? Она же тоже, ну, возможно, в будущем мы не будем в себе вести, если будет какое-то освещение, то это будет просматривательно и видно, потому что обустройство в любом случае не появится. Да. То есть вопрос, чтобы жители, то, что мы с другой стороны, чтобы он, соответственно, не мешал ей жителям в плане освещения. То есть не слишком яркий, чтобы синяя опричь все это. Вот. Не на всю улицу, например, да. Да, вот такие моменты. Гоу, площадь, если это монтально, в принципе все устраивает, там проходки все проработаны. Но единственный момент, вот по этим звакам, все-таки мы с такими понятиями, как они называются, вот есть же определенные стилизованные фигурки, то есть из искусственного дерева, из натурального дерева, там, вот вы же видели, там, и бытиник это встречается, вот что-то с нашей национальной тематикой это сделать. По национальной тематике здесь не надо говорить башкир и так далее. Вот, говорите, здесь слово ключевое следователь народу Башкортостана, то есть республика Башкортостана, то есть единый символ тоже должен быть в республике. Это юрка, здесь, конечно, можно продумать другие какие-то варианты, но он понимает слово Башкортостана, то есть мы заявляем республику под такой момент. Вот все, кстати. Спасибо. У меня такое предложение для каждой группе. Если у вас есть идеи, что еще может быть символом местной юрты, пожалуйста, напишите нам об этом ваших конкретах. Потому что это очень сложный вопрос. Работа с элитичностью, он действительно, ну, должен как-то, вот, родился сам, а не преднавязанный кемплей. Следующая группа, ну, кто готов? Кто готов? Вам, спасибо. И вот я вас, кстати, мотивирую. И он хочет. Может быть, кто-то здесь, пожалуйста, дайте вашу группу про-сучно, выходите к нам. Так... Кто был в вашей группе и вашей командой клик? Мы можем начинать рассказывать и его, хо-хо-хо-хо. Ну, так, спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрый вечер. У нас были представители управляющей компании, водоканалы и старшие по дому, где именно 8 дней победы 76. С ее общей площадью, в принципе, мы одобряем живую еду, но мы хотели бы ее побольше, как бы, подбирали варианты даже, ну, сказали, что можно посадить и высокую еду. Там же площадка, можно туда заехать и авторушкой потом для украшения, когда мы отравляем живую еду. По сцене, если мы это рассматриваем как общательная площадка, не как какая-то детская площадка или игровая площадка для молодежи, подростков, то сцена тут нужна. Мы тоже по сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что касается торгового ряда, здесь нужно особое внимание обратить именно вода в одной части и зеленый зон возле этих магазинов. Вода там нет. И как проект мне отражено, что какие зеленые зоны будут там, или какие-то цветники возле каждого магазина. И более, хотим понять, что будет с фасадом дома Победы 76. Он тоже с вокзала прямо его видно. И более, ну что-то конкретное надо там, чтобы было показано было. И хотим, чтобы включили все остановочные павильоны на границе этого маршрута и по улице Советской возле елочной площади, и как раз возле дома Победы 76, чтобы они были в едином стиле, и как бы не казалось, что там одно, а здесь совсем не было. Скорее всего, мы на этой байперной маршруте именно за брусчатку, а не по красному базару. Потому что все-таки в зимний период при рассчитке снега это уже за зимний период этот снег будет все покрасочные слои. И если делать будем другие, только канализация, в любом случае придется делать все это расставку и перекладка асфальта или перекладка брусчатка в любом случае придется делать. Ну, по приборной площади в принципе совсем согласны, но хотелось бы вместо вот этой злаковой культуры наверное все-таки яркие цветы, прям чтобы не даже не зелья было, а прям яркие цветы, разнообразие цветов, что-то в этом среде. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Живоёк, мы её отбородимы. Каждый город мы приезжаем. Горочная площадь. По городу мы занимаем приждевые места. Третье место мы взяли. То есть, хотелось бы, чтобы у нас, как бы, ёлочную площадь соответствовала его субботу. И, если мы 10-метровую ёлку туда сажаем... Может быть, вы же правы. Это технически сложно сделать. Предлагаем установить как-то пиксельную ёлку. Так самую ёлку, она очень дорогая, очень дорогая ёлка. Но есть они порядка 20-20 рублей. Но они очень дорогие. Так вот, для этого надо им подумать. Так. Нам понравились эти моменты с лабиринтом, кафе, скамейки. Всё нормально. Кстати, помню, что помните по поводу этих холмов. Ну, эти холмы содержали их. Каждую неделю в России убирать. И тем более, они, я думаю, что... Их... По-другому, это... Да, по-другому, это... Да, по-другому, это... Я хочу сказать, что... Здесь транспортная... У нас территория. И большой роман машин. И когда у нас яркая, где-то происходит скопление народа, надо защитить какие-нибудь либо декоративные, партнерные, заборные упражнениями. Это... Это прямо писать. Хорошо. Опять. Какие-нибудь поселки... Торговая улица. Значит, по Торговой улице... Значит... Вот переход... Где у нас на сегодняшний день есть парковка, да? В этом году, как вы все знаете, мы там проложили... Администрация положила у нас асфальт. И неправильно будет, если мы туда за следующий год посадим... Все деревья, как говорится, из штабных зону, зеленую зону. Предлагается поглядить каким-либо образом абортеров и поставить светильники пешеходные и вазоны. Специальные вазоны, чтобы туда посадить декоративные штабники. Зеленые. Так, потом... Предлагается на места... Вот у нас пересечения, где пешеходные переходы улица Ленина и Победы, установить специальные светофоры с... Смотки. То есть, там... Неправильно вызвали. Потому что... Так, по дорогой площади. Здесь, в принципе, нам очень... оборудование мягкое. В части... Окрашения зданий. Тех же... Магопортирных домов. Ну, там лишний вопрос вас будет у жителей. Это обязательно собрание. Апределяция. И... согласятся, что все такие... Данное поверье. Делать данное решение. Дорожное покрытие данной территории предлагается, как бы, сделать, да? Чтобы, например, так положили, из площадки. Потому что она фиксирует. И... Предусмотреть... Она хоть есть на картинке, но и не понятно, как будет устроена линиевая... линия исходи. Потому что, в воде, отводится, даже территория не будет. Вся вода уходит у нас в территорию, на которой мы находимся. Она в зеленую зону. Вот. Так. По... Включение. По этой... По... По шедевре завода. Ванзальной площади. Очень... Понятно. Хорошее решение. Это... Дорожное завод. Откот воды. Био-пиксины, так называемые. Да. То есть, вода уходит. Социальные... Дорожные варианты. И... Вариант... По... Стилизированному... Вот этим... Стилизированные ворота Башкортостан. Вот. Говорили, что здесь у нас как национальная республика. Но... Люди, которые приезжают в нашу республику, они приезжают в Башкортостан. И... Наш символ это юг. И... Мы... Предлагаем вообще не стоять. То есть, в каком-либо кафе с вокзалом, ну, то есть, с вагоном, предварительно настоящую нормальную юрку поставит. Типа кафе. И отдельно какое-то... Ворота. Вот. Прямо с надписью. Северная ворота. И с надписью. Вот. Ворота и юрку. Да, да. И поделем... Поделем стиле. И юрку. Поделем. 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 Северная ворота. Да. По поводу вагончиков. Ну, качели там не гад. Скорее всего, потому что, ну, дети на перроне, да... Да, у нас оборит много. И по вагончикам, ну, да. Очень много заставленных. Вот эту зону, как мы хотели бы, вот, паячек, вот, вагончиков. Вместо... Вагончиков. 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 Что тут было? А вагончиков, Ну, через пакет. Друга... А через растение? Или что-то еще можно было? Воскресенье. Какое-то, выглядели, вагончиков. Вылагали, а вагончиков. Я не знаю. Что-то, какие-то написки, как-то, обзорные. Может быть, не будет. Вагончиков. 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 Есть дополнение? Да. Есть? Нету. Спасибо большое. Так, по-моему, с остался в группе, да? Только вашей? Да. Вы будете выступать или видите выступать? Да. Да. Можете спросить, пока не решено. Да, конечно, пожалуйста. Покажите, А вот, это не надо. Слушайте. Мы, мы думаем, что здесь стоим скамейки, да? Да, здесь стоим. Скамейки, да. А, почему это не видно было? Извините, скамейки. Ну да, стоим скамейки, они могут быть, либо оба сайта, либо даже где-то посиделить. Пока просто не такой задовой проработки, но скамейку надо это сделать. Так, здесь будет, да? А, все, это нормально. Часто бывает о том, что машина чуть на нее задевает, а если поворачиваем, то есть, что она может быть в этом месте. А, еще по поводу, если даже здесь будет флакончика, или что-то, вы будете, чтобы это был посвященный, или просто сверху, чтобы заткнуть. Ну, все. Спасибо большое за дополнение. Так, у нас осталось постоянное дропа. Но будут у вас какие-то комментарии? Да. Вы можете просто срезать, чтобы прокомментировать. Или выйти на канал. Решается. Так. Спасибо. Спасибо. подвести к другим обсуждения, потому что на самом деле я очень привык так увижу настолько разное мнение, мне показалось, что кроме рожи нас почти ничего не объединяло, потому что круг была субпозиция. И, значит, итак, что у нас случилось? Всем видно, что на экране консоли. Последние усилия сейчас сделаны. Значит, итак, первая территория – это территория дольчей площади. Из сильных сторон, давайте я отмечу слабое лучше, да, мы пропустим немножко сильное, все хорошо, можно доработать, у нас острая проблема, вот поговорим. Значит, живая елка вызвала вообще большую дискуссию, и при том есть альтернативное мнение, примерно, в соотношении процентов, в принципе, всех присутствующих, что живую елку должен оставить. Я, давайте, проговорю, чем руководствовались мы архитекторы. Мы думали о том, что если это елочная площадь, то елочная должна быть не только на Новый год, а логично, чтобы там реально была какая-то елка, которая создавала вообще название этой площади. Либо нам можно как-то переназвать и идти на эту площадь на имени кого-то, и вот у нас тогда появляется пиксельная елка. Но вообще создать какой-то действительно символ смысл, да, это не будет возможно, какой-то прекрасный, как каждый год вы себя устраиваете. И тут вопрос, что может быть площадь можно как-то еще украшать. То есть тут нужно, да, наверное, разработать какое-то, найти какое-то решение, которое всем устроит. То есть мы проработаем, узнаем, какую максимальную высоту елку мы можем посадить у вас здесь. И дальше нужно будет принимать решение, что либо мы насажаем и делаем новогоднее охранение площади, которая компенсирует, может быть, достаточно шикарную елку, либо мы ставим искусственную елку рядом с ней, либо мы отказываемся, убираем елку из проекта, тогда надо понимать, что в течение года это будет пустая площадь, и только раз в году мне будет появляться какая-то елка, собственно, как сейчас. То есть тут вопрос как бы сложный и очень понятно, кто должен принять финальное решение, наверное, вместе с городом и, мне кажется, упражнением культуры, потому что на самом деле это ежегодная затрата, новая елка. То есть если мы посадили, она растет, ее можно как-то красиво подсветить, может быть, и нам надо лежать. Если нет, то это ежегодная затрата на постановку, обслуживание, допуску. То есть, ну, что мы хотим, мы хотим какую-то устойчивую историю или мы хотим шикарную, чтобы это было рукой. То есть тут вопрос, наверное, вместе с командами мецепалитета и района, которые участвуют в конкурсе вместе с нами, это решение все-таки принять. Ну, потому что, мне кажется, сейчас мы все не сможем, да, принять финансы, очевидно, но мы будем спорить. Дальше, значит, нам нужно больше данных, а мы нужно, вы сказали, по сути, все, что многие отвечают, чтобы мы их перепроектировать, чтобы дети не катались и не выкатывались на проезд, перезалировать детские площадки. И, по сути, альтернативное мнение, что холмы вообще нужно убрать, как их сложно содержать. Вот тут я бы позволю выразить, если можно, такое мнение, что забор тоже надо содержать, он надо красить, даже если он измешательный, ну, оцинковый все равно, когда его надо красить. У нас предложение, ну, ну, мы готовы нанять, ну, нанять, то есть, найти, ну, может быть, мы готовы нанять садовик, а мы готовы найти тот кулон калма, который можно будет косить не вручную. То есть, не вот такой вот кулон, например, а вот такой кулон. По логике, которую можно будет скосить травой, если кто-нибудь не будет учиться. Потому что, ну, как бы забор, это такое последнее дело, что может сгореть архитекта. Вот нам хочется предложить поврешение более, ну, грамотное с точки зрения ландшафта, нежно просто все откроется на таких заборах. И в конце концов этого повреждения вы все время сможете поставиться с каждой прежней части тротуара. Вот наш ответ такой, если мы можем сразу, то есть, дайте нам шанс проработать с ландшафт с головами более детально, прежде чем быть отказанцем. Потому что, если делать все плоское, то всегда успеем, да? Ну, то же самое, делаем плоское. А вот поиграть с ландшафтом для того, чтобы люди находились в середине этой площади, очень любимой безопасной зоне, мы с какого собираемся посидеть деревню, кустарниками, для того, чтобы они, как бы, кружили зеленую зону из площадки. Следующий пункт – это добавить инфраструктуру для катания на свете и роликах. Был один комментарий от одной группы такого пожелания. Мы, опять же… Вот тут как архитекторам хотелось бы дать, наверное, слово. Карина, может быть, вам слово, что вы об этом думаете? И слово администрации района. Город, простите, да, что вы об этом думаете? Насчет скейт-парка, да? Я так понимаю. Мне кажется, что какие-то элементы мы внедрить можем, но… И вот, прям, глобально, не пар, не детки, не пар. Просто сон, да. То есть, если бы это два-три элемента, то это достаточно короче. Отлично. Так, нам нужно, вот тогда нужно понимать, сколько людей воспитается в рядности на скейтах, есть ли они вообще, и какие элементы будут востребовывать всего. Ну, чтобы не делать вот этот вот глюк, который поставили, а потом надо есть через неделю, никто не будет ей пользоваться. Ее потом на складку дать и засунуть. Давайте попробуем собрать их, если можно, собрать их, и спросить, что это нужно конкретно в этом парке. То есть, это было бы важно вообще в этом парке. Да. И, в комментариях администрации, кто должен тест по поводу скейт-зон? Вообще. Кто готов? Никто? Не знаю, сейчас. Да, пожалуйста. Да, очень. Спасибо, Игорь Негода, за просто оставим слово. Ну, насчет елочной площади, у нас там тоже активные движения, какие-то, для моих знаний. И на елочной площади у нас, если мы сильно загружать элементами, какие-то были, там тоже, в основном, можно применять его как елочную площадь. И население у нас, во время как раз, 31-го, 1-го числа, там, вот эта площадь, она вообще... Есть площадь? Весь город туда туда. Стоп, вот это вы видите, вам надо приехать 31-го, и вместе с вами встретить новый, этот новый город. Вот. Вот. И с вами там, и... И не только, вот, вот, даже, для изъезжающих населенных пунктов приезжают. 15, 20, 25, по-моему, именно. Вот. Приезжают специально, как бы, встретить Новый Год. Они сами, как бы, свои стараются. Вот. Поэтому, ну, болезнь элементов, и для... Воспособен для молодой молодой. А для детских, у нас детских площадок очень много. Тем более, по микрорайонам тоже вот ставим, и сейчас по башкирским горикам везде у нас современные ставятся. А, насчет... Такое, скейт... Скейт зоны. Скейт зоны. Да. Ну, скейт зоны. Там и велосипед, то есть там не объемом, но только без скейтера. То есть не только скейтера, а места, чтобы можно было дотаться и что-то делать. У всех дети. Хорошо, я вам приняю предложение. Видите? Ну, да. Насможен, да. Да, да, да. Давайте мы договоримся. Мы возьмем ваш хангап, тут, пожалуйста, не пулись просто. И вы нам как прийти покажете, что нужно, что-то подошло, чтобы мы с вами диалоги не разработали, если вы не возражаете. Все, кто хотят вообще скейт зону попроектировать, пожалуйста, ну, условно для всего. Пожалуйста, да, зафиксируйте это в ваших объектах. Мы могли бы с вами отдельно услышать. Спасибо. Спасибо большое. Откликнемся дальше. Да. Приместите того потолок скорбовой улицы, менее раздельный, например, пополам. Наше предложение сделать компромиссное решение. Давайте его сделать не на всей улице, а в отдельных зонах и сделаем его менее ярким. Попробуем такое решение. То есть, или нет, или не надо прямо убирать вообще его оттуда. Выбирать другой способ оттуда. Оставляем, но перепроектируем так, чтобы обладим можно. Ну, чтобы вот эти кусочные зоны не провоцировать. Так, на вес скачения немного групповат, нужно доработать в этой студии и, значит, за чисто на конкурику смотреть. Ну, по сути, то есть, тут, как бы, я думаю, что в любом случае будет более детально прорабатывать, как и со мной, на вес скидер-пофе, где сцена, так и получается, вообще не будем дальше обсуждать комендальную чтуку. Доработать в зону детской игры у вас почти большинство не устроилось к антрому лесбалансе, потому что это не очень безопасно и функционально. Как мы поняли, вы хотите детскую зону для детей более из старшего возраста, если я правильно услышала, да, то есть, не для малышков, а для детей от, там, ну, 10-12-14 лет. Хотя, на комментарии, что должно быть для всех. Вот давайте мы, может быть, так договоримся, мы попробуем это, ну, как бы, перепроектировать зону таким образом, что мы добавим сюда этот подростков функционал 10-12-14 лет, какие зоны отдельные, и поднимаем отдельную зону для малышей, для самых маленьких. И в следующий раз, когда мы, ну, по сути, выложим эту детскую площадку более проработанную, и тогда мы, получается, отказываемся на данный момент и отрезаем скалодрому. Такой вот вывод. Надо перепроектировать детскую площадку. Да, комментарии? Разбавить функционал для малышей, чтобы мама пришла с маленьким ребенком, могла что-то делать. А так нужна универсальная детская зона для более старшего возраста. Да. То есть, мне кажется, просто мы показали вам примеры, а они вам не понравились. Но все, кто мы пока не показали, в общем-то, ну, значит, понятно сейчас. Да, только микрофон. В общем-то, с детьми, которым 12-14 лет, пишем проект. И они бизнес, идея могут управлять. Им интересно будет. Сейчас дети совсем другие. Им не нужна профессора, мне кажется. Как человек, который работает в школе, да, они сейчас стоят на сцену и говорят, я сейчас буду вести с вами мастер-класс, или там, они записывают в YouTube, да, и им уже такое интересное, и детская площадка как-то, ну, не знаю, не актуальна. По-моему, не лидер, я не думаю, что я права. Можно высказывать свое мнение, как в какой-то школе? То есть, для них актуальнее площадка для мероприятий и кусок? Да, 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 да. Так, тем сложнее собраться будет с детской площадкой, к сожалению. Да. Да, так. Давайте ahead, чтобы usar вашел DaVale Vida. Да, давайте وسybom, слушайте. Сейчас по разному. Пойmond молодой мам, который вам вообще 3618. Спасибо. А, да, да, не можем сошеритесь. так. его и сезим? Да. Мы совмыл все почитое, и во grand society — да, но о том числе и домуبة извращать. Просто комиссант все κι Works… Так, друзья, у нас это превращается уже в неуправляемую дискуссию. Я в дискуссии не буду вступать, просто рассказываю свое мнение с точки зрения родителей. Я сам родитель моих, как говорится, профессиональных детей, 5 или 2 лет. Ну, допустим, моя жена могла прогуливать по территории города, допустим, по вашему центру. У них уже будет интересно просто на нем, чтобы площадь проходить, и все отлично. Вот, о чем мнение такое? То есть, мы будем сейчас сделать эту структуру для всех возрастов, но перепроектировать полностью при этом детские площадки. Потому что сейчас нет ничего для детей более старшего возраста, и непонятно, что для сроки. То есть, по сути, мы не отказываемся, хорошо, учтем эту структуру. В кафе нет необходимости. Какой уже есть утилит ролик? Каментарий, один, бис, а остальные сказали, что какой вроде бы нужен, да? То есть, кто считает, что кафе нужно? Подъявите, пожалуйста, только, чтобы мы понимали дальше. Кто считает, что кафе нужно? Какой нужно? Кто считает, что кафе не нужно? Подъявите, пожалуйста, руки. Попал. А можно послушать? Да, можно послушать. Очень часто то, что выносится из кафе, обычно лежат стаканчики, и это все будет заняться. Да, но это все будет выноситься как шоу-матом после денег, так и в шоу-матом после денег, так и в шоу-матом после денег, то есть, что мы действительно не будем делать, для тех, кто будет выполнять пафе. Мне кажется, тут опять же вопросы же к размене у нас разновились, то есть сейчас не сможем нам сейчас поговорить о вопросах, например, к администрации города и к подпринимателям. Если я нас не думаю тех, кто готов был выбирать кафе и готов был в интересной формате, у нас просто столыщиков возможность проводить. То есть давайте мы не говорим все так, мы под нарезом под этим закладываем место в экспертную скопокое. И вместо-площадка, как это называется. То есть если у нас находится предприниматель, то в дальнейшем он что-то сделать. Потому что если это возможно сейчас не найдем, то у нас никто не за чего тут потом все может сделать. Если мы сети не подведем, то сюда будет просто нарез. И дальше уже будет формат дорабатываться. Может это будет точка продажа кофе или чая, с собой и все. Может это будет место, где можно поселить, где может вообще ничего не будет. То есть мы бы предложили вместе с администрацией не отказываться от такой возможности, потому что непонятно, где брать деньги на содержание общественного пространства. Нам же нужно, ну, что у вас доход какой-то принесли на бюджету, не просто как голуба, не только голуба. Поэтому такой вопрос, ну, работать с бизнесами, это все-таки, ну, вопрос, который надо прорабатывать. Поэтому однозначного ответа от этих сейчас нет. Сложно, конечно. Непродуманная парковка. Уточни свои именицы парковки. Вы говорили про то еще, что парковка будет стоять с использованием подсветки и не создавать заделанную зону за счет асфальтового покрытия. Это демокративное предложение. Непродуманное предложение – организовать зону на асфальте в катках с подсветкой. Вот, как бы, по сути, потому что деньги были потрачены на мукоустройство. Ну, я думаю, что мы тогда попробуем… В общем, в итоге все согласны, что дошкотная зона нам нужна, да? Нет, дошкотная связь нужна. Но вопрос, как это организовано, с разрушением асфальта и каких пропорций. Мы переделываем. Мы, мне кажется, вас услышали. Мы попробуем найти решение, ну, в котором мы как бы комплинируем количество сохранимого асфальта, количество демонтированного. Может быть, в катках, правда, можно сделать замер. Может быть, у нас получится что-то. Поставим туда асфальт. Ну, тогда мы понимаем, что мы должны быть на этот асфальт покраситься. Опять же, потому что, стоять его против асфальта, будет сложно обучаться в проезжей части. Следующее. Торговая улица, тут все, по елочке все. Вот ничего принципиального, не по себе, не больше. Торговая улица. Примавки, добавить вариативность. Они, как на бабушку, на большом предпринимателе, на маленькую дорогу. Принято, вообще, одно значит, надо будет проработать в Украине. Световая инсталляция. Будем притягивать шинные кампании, перенести на елочную. Решили оставлять и делали слишком ярким. И сместить пешеходный переход, проверьте расстояние. То есть, проверьте вообще везде расположение пешеходных переходов. Уточните. По-моему, если тоже не так. Оформление елочком, предпринимательской, не нравится, потому что устарело. Но мы можем попробовать какой-нибудь другой вариант дизайн-кода. Чтобы вообще была идея сделать так, чтобы образ, который у вас в Янауле был, воспроизвести в новых материалах, в новой стиле. Чтобы это было Янаульское. А не просто в Европе, в Казани. Если вам ждал что-то свое, в городе он старый, молодой, поэтому не так много у него элементов. Всем елочка не нравится? Это принципиально или нет? Или вы доверяете нам это обсуждать с предпринимательным архитектором? Хорошо. Будем дальше вместе с этим разбираться. Мне нравится внешний вид прилавков. Колоски и проиналу. Мы поняли. Хорошо. Мы поняли, что колоски и рожки. То, что вам не нравится профессионально. Ни в каком виде. Ладно. Значит, будем дорабатывать, искать любое решение. Не проработаны зеленые зоны. Ну, то же самое, видимо. То есть, непонятно, что тут будет. Надо будет проработать здание. Нужно решение для фасада до 1.76. В границах надо выключить все остальные остановочные пабильоны. Как они в едином стиле. Это тоже вопрос к администрации города. А, собственно, где и везде. Ну, то есть, для чего мы эти подъемки будем строить? Если мы можем эти средства показать по совмещению программ, тогда, конечно, давайте будем это все делать. Мы готовы состоять на 2 часа разработка и решение. Мы можем понять источник. Средизирование. Можем ли мы делать их покомфортно, и как бы какие будут условия. То есть, тут пока у нас это не предназначено. То есть, проектировать, конечно, а построить, понятно, шло. Краска на асфальте был до речи на улице. Мы сразу выложим плетчатку. Да? Решили плетчатку на столе на улице. Ну, мы заканчиваем, да. Понимаете, вот осталась вокзальная площадь. Все. После этого все закончится. А, почему? А, почему? А, почему? А, почему? Под обмени. Решили плетчатку, на которой не видно грязь, как переем. Осинение доработать. Вот понятно. Часы доработать. Часы доработать, мне не понравились часы. Непонятно, на каких сейчас стоят, как перекрывают вид, тоже доработают. А, значит, слишком много навесов было предложено. все с ним согласны? да? не, не все но мы на самом деле нарез с качелями все соблазны выбираем нарез с качелями от одного навеса мы избавляемся так нужны места для занятия телефонов попробуем предложить ОЧТФ биотрясина непонятно хорошо, давайте мы подумаем другие способы отхода воды образ юркой воротов не всем близок и понятен значит было предложение придумать другой образ воротов я даже не знаю как сказать мне кажется вот сейчас ситуация какая мы участвуем в конкурсе наша задача выиграть этот конкурс можно даже предложить на самом деле ОЧТФ либо этот конкурс либо провести конкурс на проектирование потому что мне кажется что сейчас мы попробуем найти еще варианты возможно они источники потому что времени слишком мало но дальше нам кажется что если мы не можем договориться ну честно мне этот вариант нравится мне кажется что юр на это отражает башкирю но если мне кажется что это не так то хорошо предлагаем провести конкурс архитектурный на подборную область так идея поставить место кафе погода настоящий юрт тоже тут ну вопрос к вокзалу наверное если кому-то юрт обслуживает нам кажется сложно чисто управленческий и может быть даже невозможно потому что у нас все пробукнет и так далее у часов добавить зону ожидания прилика паровоз чтобы не потерялся подумаем как это сделать чтобы мы не прикрывали навесы мы об этом говорили нам тогда придумать автобусную остановку чтобы автобусы другие не мешали тоже подумали с вокзалом судим как это можно сделать качели убрать решили сделать более яркой площадь вам показалось что там мало света и тот цвет покрытия и главное не рожь да тоже вы слышали будем работать с ландшафтом постараемся добавлять этот цвет и сделать оземнение более подходящим для нашего города я думаю что сейчас очень много информации у всех все очень хотят домой поэтому я просто хочу сказать большое спасибо для того чтобы было понятно как мы принимаем решение в дальнейшей работе я все это проговаривала сейчас целые часа и хочу сказать что дальше что будет происходить мы эти комментарии все взяли на работу и будем проекты реализировать на комплекс с учетом ваших пожеланий после этого мы вам вернемся с этим проектом на работе он будет выложен в ВКонтакте поэтому я думаю что это будет и мы его презентуем я думаю что вероятно это будет начало января после этого праздника скорее всего доработанная версия я не уверена что в новом году мы успеем все это изменить но может быть раньше выложим потом презентуру суть в чем мы сейчас с вами доформируем заявку на конкурс мы подаем новую версию после этого у нас перестройки будет еще какое-то время можно внести корректировку то есть не надо думать что фокус будет построен мы будем придерживать общей концепции но дорабатывать что-то состояние строительства поэтому сейчас мы решаем задачу выиграть фокусы а потом мы с вами выиграли я очень надеюсь хотя конечно вам никто это пока не корректирует мы сможем уже решать вопрос как это построить и что-то должно быть более детально поэтому у меня это когда будет состояние концепции только может быть что-то где-то вызывает вопросы поэтому пожалуйста подписывайтесь в группу в контакте следите за новостями приходите на следующую встречу я надеюсь вам будет интересным видом нашей работы и надеюсь вам нравится что у вас получается спасибо большое всем участникам кто оставил свои контакты на правой стороне мы обязательно сделаем кучи час чтобы быть вам ближе и добро и учитывать на панцию